Продолжение следует... Ждем ваши десяточки, чтобы начать занятие у нас с вами тема. Как помочь при болях поясницы в развитии метаболического синдрома. Третий день нашей встречи с вами, замечательного нашего авторского марафона, посвященного таким важнейшим проблемам. Да, побольше сейчас дождемся, десяточек, чтобы качество связи мы уже не возвращались. И будем начинать. Спасибо большое. Итак, у нас сегодня с вами третий день. Также нас сегодня ждут два рефлекторных каскада. Три дня мы вместе с вами проходим следующие шаги. Здоровая поясница. Следующие шаги. Первый шаг прошли в первый день. Победа над спазмами. Первые результаты получили. Второй шаг укрепления позвоночника, главной оси здоровья. Третий шаг активации механизмов восстановления организма. Четвертый шаг восстановления нервных связей поясничного отдела. И сегодня очень важный, анонсированный нами накануне, день пятый и шестой шаги. Пятый шаг укрепления мочи половой системы, защиты от отеков и новообразований. И шестой шаг обновления ферментных систем, как основной принцип обновления жизненных процессов, обновления жизни. Ну, если сегодня время позволит, еще обсудим такие важные темы. Много было вопросов в отношении этих тем, что на самом деле убивает раковые клетки. Вот в интернете очень много разномастной информации по этому поводу. Иногда даже пускают людей по ложному следу. Вот будем разбираться, где миф, а где реальность, подтвержденная врачебной практикой. Что спасает обмен веществ, что тормозит и медленно нас убивает? Теории и неоспоримые факты. Возможности мозга и система суперадаптации. Правила использования. Конечно же, мы сегодня будем практиковать рефлекторный комплекс. Комплекс рефлекторной гимнастики из двух частей состоящей, которые, вы уже убедились, дают большое количество результатов. Очень легок в применении, в любом возрасте, в любых обстоятельствах. 12,5 раз эффективнее различных приемов ЛПК, значительно безопаснее других видов лечения, занимает мало времени. Очень легкие эти приемы применения в любом возрасте и в любых обстоятельствах. Некоторые из них изменяют состояние внутренних органов. Ничего подобного и, возможно, по скорости безопасности изменения в организме человека в мире вы пока не встретите. Задачи сегодняшнего комплекса Стабилизация сосудистой системы пояснично-крысового отдела нижних конечностей, рефлекторное улучшение внутриглазного, внутричерепного и артериального давления, купирование метеозависимости, предупреждение развития панических атак, получение уверенности в собственных силах, купирование развития остеопороза и остеопении. Итак, дамы и господа, вот многие, скорее всего, присутствовали первый день и второй день. Пожалуйста, поделитесь вашими результатами, каковы они на сегодня, что вам удалось, чего достигнуть за два дня наших занятий. И вот, собственно, хотелось бы понять, насколько эти комплексы эффективны, насколько у вас результаты выражены, чего удалось добиться. Поделитесь, пожалуйста, чтобы мы понимали, насколько все хорошо, все продуктивно, насколько изменяется ваше состояние. Да, пожалуйста, пару слов. Да, об остеопорозе будем сегодня говорить. Да. Д3, состояние желчи будем обязательно обсудим. Пару слов от вас буквально ждем. Как ваше самочувствие, какие результаты от комплекса вчера, позавчера, то, что мы с вами выполняли. Так, ну вот я вижу, много участников пишут. Да, прошла боль в пояснице, очень все продуктивно, отлично. Дневная сонливость ушла, удивительно, но просто пропали неприятные ощущения. Да, то, что мы вам говорим, что так и будет для вас, это удивительно, да. Хорошо. Появилась легкость походки, энергия, состояние изменяется даже на 3-2 балла выше. Так, кто-то еще ждет результаты дополнительные. Так, всегда после упражнения обновление. Замечательно, энергия пришла. Столб наладился. Что-то перестало. Да, а что перестало? Так. Ну, это как при хорошем застолье. Давайте выпьем и скажем спасибо за то, что вы у нас есть. Зрение обослило. За то, что вы у нас есть. Да. Это анонимно. За вас выпивают и закупают. Хорошо. Так что вы присоединитесь. Вы присоединитесь, да. Прошла боль в грудном отделе. С энергией живу. Довольно состояниями. После солидной нагрузки на дачном участке все равно хорошо, хорошее самочувствие. Ну, вот так пишут. Усилилась боль в правой ноге, появился какой-то вкус. Пресно-кислый. Ну, это показатель того, что надо срочно заниматься желчным пузырем и проводить в порядок седалищные нервы. Срочно заниматься печенью. Угу. Да. Невозможно было из-за поясницы трудиться на участке. Вот сейчас все хорошо. Кристалла печь в левой икре. Замечательная реакция, понимаете, потому что печенье в левой икре это очень грозный символ, грозный признак формирующегося или уже имеющегося места быть тромбофлебита глубоких вен, нижней конечности. Да. Так. Была тяжесть в затылке, а вот сегодня нормализовалось артериальное давление. Видите, какие изменения. Угу. Так. Долгое время спина болела. Сделала комплекс упражнений, все, спина не болит. Отлично. Ну, вот когда мы говорим, что в любом возрасте, абсолютно не подчеркивая возраста, замечательная эта дама, вот пишет, что 75 лет ходила с трудом. После двух дней занятия у нас ходит теперь барышня замечательно легко. Прежде было трудно. Прекрасно? Прекрасно. Дамы и господа, пожалуйста, о записях нас не спрашивайте. Многократно и пишут наши администраторы, что записи не предусмотрены. Упражнения мы выполняем вместе с вами. Отслеживаем ваши результаты. Это очень важно. И давайте мы с вами тогда сегодня двигаться вперед. Есть причина. Разбирались в этой причине. Почему нарушения пояснично-крестовом отделе развиваются. И есть принципиальные ошибки, почему достоверно вылечить это состояние зачастую не удается. Ну вот, чтобы победить эти причины, недостаточно. Обезболивание противовоспалительных препаратов. Один или несколько раз поставить на место позвонки. Выполнение общего укрепляющего упражнения ЛПК. Мы на этом подробно останавливались два дня подряд. Да, в результате этого всего стандартных методов причина не перестанет существовать. И процессы, к сожалению, нарушения позвоночника, как, будем говорить, показатель общего состояния обмена веществ, продолжают нарастать. Нарушения накапливаются, обмен изменяется и приводят к появлению новых процессов в виде новообразований. Я специально педалирую, потому что новообразование – это новые процессы, на которые геном человека не рассчитан. Обращаясь сразу на это внимание. Есть гены, которые указывают на склонность, то, что американцы очень любят заявлять, но на самом деле можете загуглить тему с Анжелика Джоли и далее, далее по списку, которые, так сказать, удалили себе все то, что можно было удалить на поверхности грудной клетки в связи с тем, что маркер гена, указывающий на проблемы с молочными железами, так сказать, выявился. А как потом показали тетрование, он составлял 1,045%. Вот, понимаете, поэтому мы и говорим вам, что процессы нарушения позвоночника – это как отражение в капле воды общего океана мирового, так и состояние позвоночника, особенно, почему мы педалируем именно сегодня и вчера, и позавчера пояснично-крестцовый отдел, потому что все наши комплексы, фертильные все наши комплексы, выделительные все наши комплексы, накопительные энергетические, находятся именно в этом промежутке нашего тела, в этой локации. И мы с вами выяснили, что мозг может сам восстанавливать нервную систему, нервные связи. При помощи рефлекторно-генетической гимнастики. Смысл которой заключается в том, что, как вот говорит профессор Татьяна Владимировна, самое главное – освободить себя от спазмов и указать мозгу, лишний раз подсказать и лишний раз указать ему на тот путь, о котором сила определенных причин, мозг просто начинает забывать. Эти механизмы заложены в наш мозг, с самого нашего, ну мы вчера говорили на эту тему, даже не с момента рождения, а на 21-й, на 22-й неделе внутриутробного вынашивания. Итак, дамы и господа, сегодня мы с вами не будем проходить длинные тесты. Мы сегодня начнем сразу с комплекса упражнений. Ну, это многими факторами обусловлено, в том числе и временными. Поэтому давайте прямо сейчас… Начнем с противопоказаний. Я сейчас перечислю 6 позиций. Подчеркиваю, нота Бена. То есть, обратите внимание, если вы не увидите в этих 6 позициях то, что вас тревожит, имейте в виду, что для вас это не является противопоказаниями. Итак, наличие трепанационного отверстия любого времени выполнения ее, высокоартериальное текущее давление свыше 180 мм по систолическому, выраженное дискомфортное состояние любого генеза, любого генеза, сразу после еды или во время еды, то есть, только через 45-50 минут. Высокая температура 38 и выше. И другие, подчеркиваю, и другие состояния, когда противопоказана любая физическая активность. Еще раз педалирую. Любая физическая активность. Итак, цифру 1, пожалуйста, в чат ставьте. Кто готов к выполнению комплекса упражнений? Да. Так. Для тех, кто сегодня первый раз подключился к нашей трансляции и пропустил два дня, поясняем, что мы с вами выполняем с участниками трехдневного интенсива, выполняем рефлекторную гимнастику, которая дает результаты сразу, с первого же применения. Результаты могут быть более-менее выражены. И в большинстве случаев они фиксируются замерами, тестами, которые мы проводили на оценку боли, оценку эмоционального состояния, оценку подвижности, оценку дискомфорта. И эти цифры у нас с вами изменялись от комплекса к комплексу. Мы это фиксировали, объясняли их значение. Сегодня мы выполняем, просто начинаем выполнять упражнения и просто вас просим зафиксировать текущее состояние, чтобы вы могли на завершение сегодняшнего комплекса дать общую характеристику, общую оценку, насколько изменились ваши ощущения, насколько изменилось эмоциональное состояние, появились ли новые краски жизни, ощущения вокруг вас, изменились ли какие-то обстоятельства, что-то изменилось ли в вашей жизни дополнительно. Вот будем сегодня с вами обсуждать. Итак, первое упражнение без кислородной гимнастики под названием Мюнхгаузен-3. Что мы с вами делаем? Мы с вами, как изображено на демонстрации, обхватываем своими кистями переднюю планку стула, или сиденье, ну да, сиденье, на котором вы находитесь. Максим, насколько можно, выпрямляете спину, насколько там можно. Глубоко вдыхаете, резко выдыхаете, и не дыша в течение пяти секунд, пытаетесь приподнять себя вместе со стулом. Вдохнули, резко выдохнули. Обязательно восстанавливайте дыхание. Обязательно восстанавливайте дыхание. Дамы и господа, давайте с вами поступать так. Мы всех приглашаем одновременно на занятия. Татьяна Владимировна, мы будем с ритма сбиваться. Да, получаете уведомления. Поэтому, пожалуйста, нас не отвлекайте, а что было, а когда было. У всех возможности есть. Все находятся в одинаковом информационном поле. Как говорится, все уже зависит от вашей инициативы, от вашего желания. Во всем это участвовать. Так. Второе упражнение. После того, как восстановили дыхание. Обязательно восстанавливайте дыхание, да. Мы с вами воздействуем на биологически активные точки под названием точки отказа от прошлого. Вчера мы подробно обсуждали их значения, для чего они нам нужны. Ну вот в этом комплексе получается сочетанное значение, и мы с вами начинаем выполнять. Итак, где у нас находятся точки отказа от прошлого? Точка парная, поэтому их две, находятся в основании большого пальца. Вот здесь складочка у вас? Вот складочка ваша внутренняя, вот ваша внутренняя складочка большого пальца, находится в этом месте. В центре складочек. Да, то есть вы туда помещаете, лучше всего, конечно, палец, которым вы можете воздействовать. Или если у вас, как любит говорить профессор, длинные ногти, значит, какой-то предмет, который не травмирует это место. По правилу левой и правой руки. Мягкими массажными режимами. Да, если вы левша, как я, вы начинаете воздействовать на это место в течение 40 секунд по часовой стрелке по отношению к телу. С той стороны вам будет казаться, что мы воздействуем против часовой стрелки. На самом деле это по часовой стрелке. Если вы правша, начинайте на правой. Потом через 40 секунд меняйтесь местами. Точка, отказ от прошлого. Не обязательно на весуе у рука должна быть в произвольном, удобном положении, чтобы вам удобно было. Чтобы не вызывало дополнительного напряжения. Вот мы вот так воздействуем, нам удобненько. И все выполняем вместе с вами. В центре внутренней складки основания большого пальца. В центре внутренней складки основания большого пальца. Начало первой фаланги большого пальца. Кто выполнил воздействие? Ну, как-то бы... Вы как-то быстро, Татьяна. Разве? Ну, конечно. 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 Ну, кто завершит воздействие на правой руке, переходит на левую. Есть уже кто-то, кто цифру 3 написал. Ну, наверное, в том же временном... В ритме, да? В том же временном эшелоне, что вы, наверное, летаете на Су-38. Да, вот теперь все. Следующее упражнение, третье упражнение, троечки появились уже в чате. Давайте их дождемся, чтобы все успевали. Следующее упражнение, братство колец под 90 градусов. Это упражнение бескисловодной гимнастики. Что нужно сделать? Для выполнения упражнения братство колец нужно вот таким вот образом соединить большие указательные пальцы. Не видно, наверное, или трансляционно? То есть колечки вы объединяете большие и указательные пальцы, соединяете их между собою, максимально притираете пучечки друг к другу. Еще раз показываю. Вот. Большой указательный палец соединили. Соединили в колечки, соединили в колечки. Вывели под 90 градусов по отношению к телу своему. Вот. Руки полу. Татьяна Алина, вот такое впечатление, что вы чардаш собираетесь танцевать. Да. Люди понимают. Ну, если вы пригласите. Вывели под 90 градусов на расстоянии от тела 10-15 сантиметров. 10-15 сантиметров. Вот горизонт 90 градусов. Глубоко вдыхаем. Резко. Громко. Выдыхаем и имитируем разрыв. Имитируем разрыв этих колечек. Со средним мышечным усилием. Не дыша. Всего 5 секунд. Обязательно восстанавливайте дыхание. Кто восстановил дыхание, пишите, пожалуйста, следующую цифру в чат. И мы переходим к четвертому упражнению. Так. Четвертое упражнение. Да, все уже научились быстренько дыхание восстанавливать. Тренированная команда у нас сегодня собралась. воздействие на... Следующее упражнение. Воздействие на точки поясницы по правилу правой и левой руки. Итак, возвращаемся опять. Где у нас находятся точки поясницы? Вот таким вот образом вы можете отогнуть, не согнуть, а отогнуть свою ладошку. И вот в основании ладонно-предплечной складки есть такая пустота. Вымочка. Вымочка такая, да. Вот вы поставите сюда свой указательный палец противоположный, и вот он просто утонет в этом месте. Вот в этом месте. Не в этом, не в этом, а в точке поясницы. Вот она, точка поясницы. Опять же, мы с вами работаем по правилу левой и правой руки. Если вы левша, как я, начинаете воздействовать на эту точку в течение 40 секунд по часовой стрелке по отношению к собственному телу. Если вы правша, делайте это то же самое, как у Татьяны Владимировны. Обратите внимание на свои правые ладошки. 40 секунд. Можно в произвольном положении? Можно в произвольном. Можно положить на колено подруги, на плечо друга, можно положить на собственное колено, можно прижать к собственному телу. Все, что угодно. Никаких ограничений в этом плане нет. Просто, если на колено подруги, пожалуйста, помните, что это точка поясницы, на нее надо воздействовать 40 секунд. А в части продолжения колено подруги, это потом уже, после вебинара. Командуйте, Виктор Владимирович. Да, отработали 40 секунд здесь. Теперь переходим на точку поясницы на противоположной стороне. Опять же, тоже по часовой стрелке. Вот в этом месте, в этом углублении. Вот оно. Вот оно, это углубление. Нам высшие силы сами очень часто указывают на локализацию вот этих вот точек. вот этих вот точек, которые мы с Татьяной Владимировной вам предлагаем. Для того, чтобы вы могли помогать себе и своим близким. еще восемь секунд. Пять, четыре, три, два, один. Все, закончили воздействие. Так, следующую цифру вставьте, пожалуйста. Пятое упражнение без кислородной гимнастики. Которое называется Мюнхгаузен-2. То есть уже... Мюнхгаузен-1, Виктор Владимирович. Извините, я сейчас картинку поставлю. А, Мюнхгаузен-1, да, извините. Мюнхгаузен-1, да, сейчас я немножко... Да, сори, это мою. Мюнхгаузен-1. То есть, кинематика у нас ровно такая же, как мы делали захват. Только теперь мы это делаем по боковым поверхностям или стула, или табурета. Я сразу хочу обратить внимание, почему-то никто не задает вопросов. Если вы находитесь в офисном кресле, то, пожалуйста, посмотрите, чтобы ручки вам не мешали. Это очень важно. Почему? Потому что, как правило, это совпадает с кубитальными венами, и чтобы не было потом проблем. Глубоко вдохнули, обхватили цепко. То есть максимально, видите, как вот дочь наша показывает вам. Вот, обхватили цепко, глубоко вдохнули. Опять же, резко, громко. Вы вдохнули. И теперь, как настоящие бароны Мюнхгаузена, пытаетесь вытащить себя из болота. Поднять себя вверх, не дыша, в течение пяти секунд. Обязательно восстанавливайте дыхание. Всего лишь пять секунд. Обратите внимание на то, какие ощущения у вас появляются в спине, в пояснице, в ногах, в ягодицах, в бедрах, в животе, в ротовой полости. Как себя чувствуют ваши уши, в лучшем смысле этого слова. Как себя чувствуют глаза. Как себя чувствуют кожные покровы. То есть все то, что у вас сейчас вызовет, какие-то ощущения, пожалуйста, их указывайте. Если ничего ни у кого не вызывается, что у нас, нам всегда очень сомнительно, Сатяна Владимировна, когда нам отвечают, а у меня ничего не произошло. Я по-русски вам скажу, по-ростовски русский, брехня собачья. Такого быть не может. У нас на Бородяновке говорили, брехня собачья. Такого быть не может. Мы сделали мощнейшее физическое воздействие на собственный организм. Поэтому, если у вас ничего не получилось, значит, вы на овощную базу за хреном не пошли. И ни хрена у вас не вышло. Вот весь разговор. Да, голова, конечно, закружиться может, потому что, скорее всего, для вас эти упражнения в новинку. И когда вы задерживаете дыхание и выполняете упражнение, конечно же, такая реакция может быть. Ногами сильно, не сильно. Вы понимаете, если бы мы, если бы у нас, так сказать, в этой части было бы указание, мы с Татьяной Владимировной, как люди военные и максимально пунктуальные, в этом смысле, вам бы сказали, упирайтесь ногами. Нет. Как вот вы сидите обычно, как вы сидите, вы же не сидите с поднятыми ногами? Или вы сидите кто-то с поднятыми ногами? Я знаю, так сказать, циркачей, которые там газету в ногах держат и читают, а потом ТикТок эту хрень выкладывает. Ну вот кто-то написал боль в пояснице после пятого упражнения. Боль в пояснице после пятого упражнения может появиться кратковременно, краткосрочно. И незначительно. Конечно. Но она может появиться, если вы нарушили регламент. Если вы выполняли не пять секунд, а как-то по-другому, и что-то вы еще там немножко другое сделали. Ну это с одной стороны. В общем-то, если эту тему расширять, то это, конечно, указывает на то, что есть определенные проблемы со сколиотическими изменениями в области пояснично-крестцового отдела. И, конечно, вот перегрузка, о которой профессор только что вам сказала, конечно, может вызывать вот эти состояния дополнительной компрессии. Да. Боль в пояснице, да, прошла в большинстве случаев. И вот смотрите, привкус во рту непонятный. Помните, мы с вами говорили в прежние дни об изменении вкуса во рту. О том, что изменяется вся биохимия в вашем организме. Биохимические изменения происходят. Поэтому, конечно, вкус во рту меняется. Да. Вы запускаете обмен. Если обмен подторможенный был, а вы его запускаете, конечно, вот такие изменения происходят. Да, плечи расправляются, жар по всему телу, теплая волна, горьковатая даже слюна, вот видите, да, вот это означает, что? Ну, вот в контексте я хотел, вы меня, так сказать, с языка, в лучшем смысле этого слова снимаете. это как раз-таки то, что Татьяна Владимировна вам начала говорить о том, что это определенные процессы, торможения именно в метаболических процессах, в обменных процессах, вот как раз-таки изменения такого рода, которые дальше следуют, они лишний раз показывают о том, что крайне важно обратить внимание на четыре ипостаси, на состояние печени, на состояние желчного пузыря, если он у вас, слава богу, еще живой, если не живой, удаленный, значит, надо обращать внимание на состояние фатерова соска или слинтора води, который находится в 12-перстной кишке, на состояние поджелудочной железы и на состояние селезенки, потому что это вот то, что мы с Татьяной Владимировной называем большая золотая подкова пищеварения, которая, в общем-то, и правит балом в этом смысле нашего обмена. И правит балом по всем законам протокола дипломатического, по всем законам своего функционально-физиологического, анатомо-физиологического дипломатического протокола. Если двор не уважает царицу, печень, значит, что у нас получается? Что у нас получается? Королеву Марго все читали, я надеюсь? Или хотя бы кино смотрели? Вот вспомните, к чему это приводит. Это приводит к Варфоломейской ночи. Если дальше все это развивать в лице нашего глубоко уважаемого вождя, это приводит к формированию революционной ситуации, когда верхи не могут, низы не хотят. Вот, пожалуйста, печень заполняется жиром, желчный пузырь заполняется вялой желчью, поджелудочная железа не хочет не работать, селезенка вообще на это все, извините меня, если пользоваться ростовской опять же лексикой, с прибором делает все это с удовольствием. А что остается кишкам и тонкому и толстому? Вначале повозмущаться в лице метеоризма, в лице повышенного газообразования, потом формируется что у нас? Дивертикулы, что такое дивертикулы? Батько Махно помнят все, кто такой Батько Махно? Вот дивертикулы в наших кишках это Батько Махно, это банды зеленых, синих, полужелтых, полукрасных, это автономия, понимаете, которая мозгом считывается как что, как ненужные элементы. Значит, до поры, до времени с этим организм справляется, а если центральные власти не принимают, не принимают никаких усилий, у нас что начинается? Онкология. Онкология. Вам она нужна? Я надеюсь, что не нужна. Вот вам весь ответ. Да, и много, я смотрю комментарии по поводу того, что много слюны появляется во рту, гиперсоливация. Это означает, что лимфатическая система начинает работать, тоже включается в работу, то есть застойные явления снимаются. Кто-то пишет что-то в верхнем небе какое-то, онемение, мурашки, покалывания. в носу вот такие тоже ощущения. Все это, все это закономерное движение лимфы, закономерное включение нервных связей, то есть обновление, обмена, обменных процессов, очень важное, значимое. А мы, помните, с вами сегодня говорили, какие у нас задачи? Стабилизация внутриглазного, внутричерепного давления, артериального давления, купирования, метеочувствительности, метеозависимости, тем более, что сейчас наблюдается изменение геомагнитного поля Земли и значительное в результате вспышек на Солнце и все метеочувствительные люди вот именно в эти дни они, конечно, в достаточной степени испытывают кто-то неудобства, а кто-то испытывает и даже серьезные состояния переживает, поэтому вот мы дополнительно включили и рассматриваем эти вопросы и в сегодняшнем комплексе, и пользуясь случаем и перебивая при этом свою замечательную коллегу, супругу и товарища по клинике, я хочу сказать, что кто у кого из вас хватит терпежу, тот, кто досидит с нами вот кто кого пересидит или вы нас или мы вас пересидим, тот получит сегодня уникальный рецепт гастрономический, как вы сможете самостоятельно очень вкусно справляться с метеозависимостью и метеочувствительностью. Ага, зашло? Не знаю, давайте спросим, насколько востребована вот именно тема метеозависимости, метеочувствительности. Помимо биологически активных зон, помимо активных биологически активных точек, помимо наших замечательных упражнений, еще немножко вот такого непростые, очень доступные, очень доступные. Сейчас дождемся. Так, уже вау, зашло. Хорошо. Ну мы даем минуту на покурить и оправиться, нет? актуально всю жизнь, да, тема очень важная, вот, особенно вот в текущие дни, конечно, выраженные жалобы приходят со всех сторон, их очень много, и мы, конечно же, стараемся участникам, которые приходят на наши занятия, оказывать дополнительную помощь и прислушиваться именно вот к таким, такого рода обращениям. И вот, пользуясь случаем, я хочу вам, уважаемые коллеги, доложить, что вот, кто не смотрел наш сегодняшний ролик, вот, пожалуйста, посмотрите, он посвящен, конечно, различным характеристикам, нам уже доброходы написали, у нас мы постоянно находимся в условиях геомагнитных изменений, это понятно, это даже школьникам понятно, которые не курят в женском туалете, мужские папиросы, но характер изменений, которые сегодня, завтра и послезавтра, он касается коротковолновых протуберанцев, коротковолновых, самых сногсшибающих в этом смысле, имейте ввиду, помехи на коротких волнах, вы знаете, да, что есть у нас средние волны, длинные волны, ультракороткие волны, радиорелейных делах, и так далее, и так далее, вот ровно такие же короткие волны, они и солнце из себя излучает, вот они самые опасные для человека, так, дамы и господа, кому нравится получать изменения в своем состоянии, вот таким быстрым способом, всего лишь за 7-8 минут в день, кому нравится получать изменения в своем состоянии, таким удобным способом, подойдет любое место, кому нравится получать изменения в своем состоянии, таким легким, способом усилия минимальный почти незаметный результат максимальный кому нравится и кто хочет так заниматься системной день ото дня получать новые результаты в нашем сопровождении когда мы вот изменения сопровождаем поясняем рассказываем именно мы авторы системы мы уже вчера предложили наш новый курс под названием продуктивный мозг здоровая поясница о том как победить боли слабость поясницы и ногах своими руками всего лишь за 7 минут в день значительно при этом можно повысить возможности своего мозга и разобраться за на какие нарушения указывают боли как привести обмен в норму как повысить выносливость и мозговую активность в новой программе вас ждут шесть шагов которые будут сопровождаться постоянными изменениями интереснейшими событиями вашей жизни первый шаг это победа над спазмами уверенно освобождение от боли пояснице спине умение быстро оказывать помощь себе и близким при поясничных милая как у тебя нынче со спиной все хорошо дорогой благодаря тебе помощи себе и близким повторяю поясничных прострелов легкости движений при наклонах прогибах поворотах загибах выгибах жизнь без боли замечательно же жить без боли такого состояния достигли уже многие многие наши участники и вот мы приводим примеры того как нашим участникам наших восстановительных курсов удалось избежать даже назначенных оперативных вмешательств и в общем-то сейчас жить припеваючи без болей и таких примеров огромное количество на втором шаге у нас укрепление главной оси позвоночника оси здоровья позвоночника победа над болями в различных отделах позвоночника шейном грудном поясничном крестцовом возможности отказаться от сложных операций сохранить внутренние органы обращаем ваше внимание сохранить внутренние органы получить возможность путешествовать без оглядки когда это удается удается не только жить без боли не только отменить операции но и значительно изменяется внешний вид и овал лица и цвет кожи и то как выглядят глаза вот совершенно совершенно по-другому и жизнь становится другой на третьем шаге активируем механизмы восстановления настраиваем желчелогику главный ресурс восстановления побеждаем дискинезию то есть то что мешает желчи продвигаться правильно возможность позволить себе то что было раньше под под запретом из аллергии или непереносимости здесь и продукты питания и средства личной гигиены трикотаж и даже зубная паста и все что угодно может вызывать как вот по нашим наблюдениям сколько у нас разных пациентов бывает и в клинике обращаются к нам онлайн просто на самые неожиданные вещи может быть аллергия и люди лишают себя вот возможности жить нормально будем снимать тяжесть в желудке вздутия боли в подреберьях запоры будем настраивать стул а кому-то уже даже удалось вот сегодня писали отрегулировать качество стула специалисты комментируют как почему из-за чего это происходит и вот именно кандидаты наук медицинских специалисты в гастроэнтерологии подтверждают именно эти факты мы вчера тоже на этом подробно и останавливались на четвертом шаге у нас с вами восстановление нервных связей пояснично-крестцового отдела побеждаем хронические боли из-за прострелов поясницы боли в суставах коленных тазобедренных голеностопах локтевых справляемся с отеками конечностей судорогами стоп иконожных мышц мышц бедер и синдромом беспокойных ног который кстати резко помолодел и увеличился в своем количестве пост ковидный период а мы с татьяна Владимировна прогрессивное человечество об этом предупреждали о том что из ярких проявления пост ковидного хвоста как раз таки появятся такие вещи освобождаемся от периодически острых боли в спине после охлаждения ног прострела поддающих ногу или в ноги из-за обострения артрозов артритов неловких движений когда просто человек оступился на ступеньку неудачно наступил споткнулся подскользнулся после физической нагрузки вот боли появляются также преодолеваем нехватку сил на повседневные дела когда болит поясница мы с вами уже разобрались как это рефлекторно влияет на наши внутренние органы как это влияет на состояние центральной нервной системы именно качество работы мозга мозговых реакций вот человек чувствует постоянную усталость он не может нормально двигаться вот нехватка силу ощущается на повседневные дела утром нужно вот чтоб нормально двигаться просто расходиться просто так вот с первого шага не получается с утра прям усталость упадок сил после еды не хватает сил вот буквально стали минут на 40 счета сил хватило потом опять уже усталости такая апатия что нужен отдых невротизм у кого-то вот кто-то говорит пока не поем нормально не могу с людьми общаться вот тоже такие состояния с ними боремся на курсе восстановление нервных связей поясничного отдела побеждаем невозможность полноценно двигаться смысле подниматься по ступенькам без отдышки подниматься по лестнице без боли в суставах из-за стул судорожной готовности в ногах из-за тянущих ощущений поясницы боли за длительного более 40 минут нахождения на ногах невозможность долг долго но более 15 минут ходить тоже вот такие состояния на которых жалуются те кто к нам обращая обращаем ваше внимание уважаемые коллеги что и орфография и вот эти все тезисы это все цитаты из ваших писем это не наше знание русского языка литературы это мы буквальном смысле все в кавычке все в кавычке надо брать четвертый шаг восстановление нервных связей опять же поясничного отдела и что мы опять же побеждаем ограничение подвижности поясницы больно вставать больно поворачиваться больно сидеть больно поворачиваться сбоку на бок невозможность лежать на боку или на спине и можно этот ряд продолжить невозможность и страшные боли при подтягивании я сегодня для себя с удовольствием нашел старую при старую нашу выкладку где мы рассказываем вам о том как справляться со спиной и и я вижу что ничего не меняется возраст человека меняется а проблемы остаются прежними и эти проблемы кстати пользуясь случаем хочу лишний раз подчеркнуть категорически молодею категорически молодею потому что уходит старая гвардия в лучшем смысле этого слова со своей готовностью к лыжам конькам походом костром пению не пению танцам и так далее так далее так далее то есть сегодняшняя основная социальная масса всего этого не реализует и не выполняет извините за слово марса поэтому что у нас получается пассивная пассивная диспансеризация у нас не выходит а выходит он сразу из захотел утром из удовольствием потянуться в постели до и остался остался в это пусть и прострел конечно поэтому вот то на что жалуются сейчас участники частое ощущение тревоги вот тоже с этим будем бороться постоянное ощущение что что-то вот упущу не успею не получу потеряю или завожусь по мелочам проявляю нетерпимость к слабостям других или почти постоянное недовольство собой человек испытывает вот вот с такими жалобами тоже боремся в курсе те кто боятся резких движений не уверены в себе вот особенно при перемене положения тела боятся бегать или быстро ходить боятся оступиться или боятся по какой-то неровной поверхности идти перемещаться носить предметы поднимать предметы страх когда рядом играют дети вот просто могут зацепить за руку за ногу и тут вдруг какой-то просто подходить к любимому велосипеду лишь только с одной целью снять и его пыль протереть его от пыли потому что невозможно сесть типа и покрутить педалями понимаете чего вы себя еще будем побеждать тянущие боли которые переходят в одышку быстрая усталость обильный пот и прострел ног в ноги мыть и когда вот такие ситуации вроде бы хочется полы шваброй помыть туловище наклонили вперед или вбок и вот опять такая ситуация с пылесосом невозможно работать наклоны или однообразные движения руками вызывают боль то же самое подметание вот напишите у кого вот вот такие жалобы у кого такие века вот такие вещи беспокоит вот то что мы сейчас виктор владелин чем перечислили да вот только пишет что муж сказал что после ваших вебинаров упражнений стало моложе лицо да а мы вам что показываем а мы вам что показываем конечно но общем муж у меня муж как джентльмен мог бы проставиться уже до каждый день вот то что можно выполнять каждый день мы сейчас об этом вам говорим система которую можно выполнять каждый день вот мы вам сегодня и и представляем и представляем ее буквально по шагам эту систему пятый шаг это все был только четвертый побеждаем развитие недержание мочи появление камней полипов кисть мелом аденом липом мочи половой системе стабилизация гормонального фона при пмс при менопаузе тормозим развития менопаузы делаем ее делаем ее максимально пардон легко протекаемой без всяких этих вот экстрасизов связанных с вегетативными реакциями и сумасшедшим домом внутри себя самой и кстати это не только касается женщины я имею ввиду что ведь подобного рода процессы происходят и в мужских организмах и к этому надо относиться с пониманием с пониманием того что да с нами со всеми что-то происходит ко мне мой старый друг не ходит а в этой тишине неподходящей тени но у евтушенко не так но тем не менее а что это нам дает стабилизация гормонального фона мы с вами держим держим в лучшем смысле этого слова кулаке железы внутренней секреции первую очередь мозговые такие как гипофиз гипоталамус как шишковидная железа это в свою очередь отражается на стабильности шишковидной железы с точки зрения поддержания нормального аппетита нормальной функции фермента образования нормальной функции гормона образующих структур потому что если слабо работает ферментная система а каких полноценных половых гормонов может быть идти речь вы знаете как на востоке завлекают женщину какой сладостью какой сладости чтобы женщина отдалась вам со сластью женщины на востоке было принято угощать вопрос в студию только ничего мне не рассказывайте по изюм про кишмиш а вот назовите мне одно блюд один один блюд назовите мне восточный да ну вот то как наши ученики делились с нами событиями своей жизни вот приходили с тем что такое недержание мочи что вот просто буквально на улицу надолго выйти невозможно было да вообще на улицу невозможно чихнуть и извините пукнуть все тревога страх что сейчас вот это все произойдет это будет заметно это будет страшно вот и вот говорят нам была ситуация не так давно на ростовской трассе когда вот эти снегопады были жуткие и были сумасшедшие пробки по 100 километров вот представьте автобус с людьми сколько часов стоял в этой пробке справа сугроб слева сугроб вот какая возможность и люди вот сидели буквально в автобусе всю ночь и нам говорят вот представляете мочевой пузырь выдержал столько часов и все они подвел все нормально после наших упражнений после нашей работы после наших фитопрепаратов да поэтому а представьте себе что такое что такое мочевой рефлюкс это страх господня вы себе просто не представляете когда отработанная вторичная моча опять начинает через мочи выделительную систему подниматься назад почки когда идет и излом всей системы в буквальном смысле ломается лаканка ломается нефрон ломается как это называется это называется уремия и к чему призыву приводит уремия котёку легких котёку мозга все капут да шоколад персик рахат луком куркума на этом на этом можно остановиться так все вы уже сказали рахат луком самая безопасная сладость которая повышает уровень сласти в отношении с женщины мужчина вот тут который жену хвалит ну там жене она в мороженое хорошо идем дальше шестой шаг нашей системы что она дает еще дополнительно у вас будет возможность прочувствовать и прожить лучшую версию себя вы смотрите вот пишите боюсь поехать санаторий боюсь там долго идти сумками чтобы ничего не произошло по пути все это можно приводить в порядок вот пожалуйста система которую мы предлагаем у вас будет возможность прочувствовать все это заново свою жизнь ощущение своей жизни в в отношении повышение мозговой активности повышение физической и психоэмоциональной выносливости ускорение мыслительных реакций памяти уровня когнитивности вот вы занимаетесь всего несколько дней с нами у вас уже изменился вкус во рту так и вкусы будут меняться будет обостряться чувство вкуса чувство обоняния улучшаться качество слуха зрения вот вы понимаете что вся жизнь изменится и на вкус и на тактильность и на чувствительность а качество ферментов отразится на вашем цветном зрении от которого зависит горизонт и того как вы смотрите на эту жизнь вы знаете вообще закон франка не того который командовал испании на протяжении многих лет а был такой физик франк который открыл о том что полноценность цветного зрения расширяет горизонт расширяет горизонт и ваши возможности конечно и ваши железы внутренней секреции а качество цветного зрения это зрительный пурпур а зрительный пурпур это желчный пигмент а желчный пигмент это полноценно работающий желчный пузырь с полноценно обновляемой желчью и не только изменения происходят на физическом уровне но развивается еще шестое чувство интуиция развивается состояние терпимости к слабостям других вот такое ну я не могу сказать что все прощения но наступает совершенно на другая оценка ситуации и запас прочности и психоэмоциональной устойчивости развивается ну у вас появляются новые горизонты потому что есть если вам знакомо такое слово как инициация вы внутри себя на благословляете на подъем самого себя вы обратили внимание на реплику вас будет возможность прочувствовать и прожить свою лучшую версию в отношении к самому себе вот еще раз считайтесь слушайтесь в эти слова прожить лучшую версию себя в отношении самому себе как это работает на примерах наших учеников ну вот например она олега на 58 лет начинала с того что была боль в коленях пришла прошла один курс нету боли в коленях по и полу появилась возможность нормально перемещаться шея не не двигалась как она горит со скрипом двигалась сейчас все нормально все круг кручу говорит во все стороны все замечательно более десяти лет по моему даже порядка 15 лет не разговаривали вот представляете насколько и и и говорит что эта ситуация ухудшалась 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 прошла анна олеговна говорит 7 наших курсов 7 наших курсов и сейчас пришла еще на годовую программу настолько нравится то как можно в этой системе развиваться а теперь в этот радиус теперь в этот радиус взаимоотношений в эти точки а и точки б ставьте ставьте не остальные как черномырец царство небесное говорил остальные буквы алфавита а вставьте социальные взаимоотношения сын внуки внучки и так далее так далее так далее есть смысл вообще эту тему развивать есть чего мы себя решаем мы себя решаем соединение объединения с корневыми нашими делами с корнями нашими корнями мы себя решаем в этом плане генетики великолепно открыли эту взаимосвязь в чем смысл был домостроя еще за много долго до того так сказать как монах с этими дрозофилами с этими грибами с этими бобами открыл законы генетики понимаете смещение это не только было домострой в нашей россии в системе монголии это называется туина системе тибета эти вещи работают системе за кавказе кавказа обратите внимание а мы манкируем этими делами ну я не разговариваю и все как райкин покойник а я пиливать хотел не пиливать не получается и вот как анна олеговна говорит из чудес которые происходят когда ты выполняешь рефлекторную гимнастику вот в 15 лет вот этого не общения они прекратились просто прекратились в один день когда говорит анна олеговна просто обнялись поцеловали поплакали и начали новую жизнь и все замечательно и разрешились там и квартирные вопросы и какие-то имущественные и с сыном отношения укрепились и взаимопонимание появилось понимаете насколько насколько человек становится другим и у него появляется новые возможности в жизни или вот например верните меня вот вот в контексте контексте это замечательной женщины я так как представитель слабого пола и миду мужского хочу коснуться женщины и присутствующих мужчина а теперь нарисуйте себе картину чисто функционально физиологическую чисто функционально физиологическую сын этой женщины женился на же на другой женщине они родили детей они родили детей и когда взаимоотношения нету между мамой его своей мамой и невесткой то есть своей женой как вы думаете мозг себя мужской начинает вести вот просто мне напишите вот если кто-то в этой теме как себя мозг начинает вести пока вы будете писать я вам сразу скажу это самый короткий путь к раку предстательной железы это самый короткий путь к аденоме это самый короткий путь к импотенции это самый короткий путь к суициду к алкоголизму и далее по списку понимаете что чего вы в лучшем смысле этого слова себя можете решить когда вы начнете вот эту новую версию проживание себя в лучшем контексте этого вы можете плеваться в нашу сторону можете там применять ненормативную лексику это ваше личное дело но просто задумайтесь над моими словами конечно сегодня все будет что обещали и вторая часть и бонусы все сегодня будет еще один пример того как это работает друг новая версия себя наталья сергеевна 38 лет из святогорска боли в руке были адские вот просто не могла жить без обезболивающих препаратов вот просто вынуждена была их принимать аллергия была вот красные пятна шелушащиеся никак вообще не проходили без без 4 5 чашек кофе вообще не могла существовать низкое давление было и все это по кругу в какой-то спирали жесткую все формировалось и непонятно как бы можно было маленький ребенок взять на ручки пойти в магазин за продуктами что-то принести вот просто было невозможно наш курс наталья сергеевна прошла и рука вообще перестала болеть перестала болеть правая половина туловища восстановилась качество кожи отпала необходимость себя стимулировать бешеными дозами кофеина говорит что просыпается раньше будет будильника голова на погоду больше не болит а вот дамы и господа напишите пожалуйста кому удалось справиться облегчить состояние при метеозависимости метеочувствительности вот кто уже с нами проходил системные восстановительные курсы напишите пожалуйста то есть вот можно добиться и не таких результатов или вот например как валентина фарахов на стоматолог из одессы более 20 лет принимала препараты от головной боли и гастрит жуткий был и говорит что прям со студенческой скобьи вот это прямо вот такой образ был жизни вот выполняла наши рефлекторные воздействия рефлекторную гимнастику перестала принимать препараты от головной боли перестала принимать препараты которые больше двадцати лет вот не могла даже скушать ничего без без этих препаратов все отменила чувствует себя прекрасно замечательно и жизнь пошла совершенно по-другому так да вот рима пишет уже два года не реагирует на метеоизменения кто вот занимается с нами уже системными восстановительными курсами по напишите пожалуйста вот результаты своей по метеочувствительности так и от метеозависимости помогает или аноре и и маме а маме 76 лет жизнь намного стало лучше или напишет так метеозависимость пропала да у надежды судя по всему вебинарами да практически год занимается нашими упражнениями да меньше стало чувствовать ольга изменения погоды по после курса определенного который мы назначили так так ирина германовна до пользуется скоропомощными упражнениями ну вот три года все хорошо да у ирины германовны там вообще ситуация жучайшая была с аллергией просто ярко выраженная и человек не просто внешне изменился и там и вес и формы тела и качество кожи но и аллергия полностью ушла полностью ушла аллергия после первого же курса наталья пишет перестала быть барометром вот оксане уже удалось сократить прием обезболивающие на погоду реже реагирует но пока еще не окончательно будем заниматься дальше будут у вас замечательно еще более выраженные результаты так у марго стабилизировалась давление перестала болеть голова так так на погоду больше не не реагирую до год уже с нами намного жизнь лучше стало да замечательно итак дамы и господа в этой программе о которой мы вам говорим инструменты того чтобы ваша жизнь стала другой вот мы их сейчас перечислили показали вам несколько примеров этих примеров огромное количество и даже те люди в чате которые сейчас присутствуют вам об этом пишут наш новый курс продуктивный мозг здоровая поясница теперь доступен вам и и мы предлагаем различные пакеты участия да есть пакет участия поясница без боли есть пакет участия навигатор новой жизни но конечно же нам с виктором владелировичем дороже всего пакет лучшая версия себя он длительностью три месяца сюда входит специалист консультация специалиста клиники медицинская акурация 16 недель консилиум академиков картавенко по поводу ваших задач с которыми нужно справиться консультация терапевта нутрициолога адаптация программы под ваш персональный график под ваши персональные потребности это конечно тариф такой для занятых людей и дополнительный доступ на три недели сюда все входят все модули тарифа система антиспазма укрепления позвоночника запуск механизма восстановления восстановление нервных связей поясничного отдела укрепления мочеполовой системы защиты от новообразования отеков обновления ферментных систем таким образом мы за три месяца с вами получаем совершенно другое качество жизни вы получаете лучшую версию себя до калькуляцию вчера приводили из каких опций состоит это все как мы работаем ежедневно вот в каком режиме на сегодня вот такие предложения даже не по обычной калькуляции 478 тысяч 800 и даже не 170 тысяч это вот 170 тысяч будет на момент старта такая цена сегодня 139 900 и вот мы такой пакет предлагаем прикоснуться к новой версии себя прочувствовать как это может быть какие изменения ну вот у нас такие приходили заявки к нам вот кому-то нужно завершить дописать книгу кому-то кто-то работает на диссертации вот как-то что-то не совсем до конца получается и удается кому-то вот обращаются даже спортсмены и кстати по поводу спортсменов было проведено обширное научное исследование которое выявило целую там целый ряд закономерностей которые подтвердили что система адаптации начинает работать совершенно в другом режиме и даже среднего уровня спортсмены начинают побеждать тех кто был на голову выше прежде был на голову выше по показателям поэтому вы можете пора провести вот такую колоссальную перезагрузку и получить не только жизнь без боли но и решение определенных задач вашей жизни да конечно это дорогого стоит и мы предлагаем фикс зафиксировать то считает что это прям для вас пожалуйста жмите на кнопку фиксируйте самые выгодные условия участия конечно же это дорогого стоит и те результаты которые получают наши ученики если они предпринимательстве то больше зарабатывает если научные работники у них гораздо быстрее происходит вот именно их развитие в этом направлении быстрее защищают диссертации успешнее успешнее да вот у нас есть такой пример сейчас покажу людмила алексеевна клинический психолог занималась над развитием своей системы психологических игр вот что-то у нее не до конца получалось то есть да пациенты результаты но нужна система как это все увязать как это все представить и вот работа над этой системой конечно была вот таким колоссальным трудом всей жизни и людмила алексеевна нам вот недавно сообщила о том что совершенно по-другому идет и научная работа и получение результатов и мы на этот процесс не заложили один год и буквально за три недели людмила алексеевна сообщает что все свершилось все получилось и вот ее сертификат автора психологических игр уже получен и цель достигнута то есть труд всей жизни он получил именно вот такое успешное воплощение также возможно и у вас уважаемые участники если вы над чем-то серьезно трудитесь работаете развиваетесь как специалист как научный работник как творческий человек как спортсмен как предприниматель как педагог вот виктор владельевич говорит но и конечно сегодня да есть и другие пакеты есть и другие пакеты в других пакетах предложения не такие развернутые но они тоже есть вот например пакет участия навигатор новой жизни цена на старте будет 120 тысяч сегодня предложение 97 900 сюда входит не шесть шагов опять шагов но здесь есть наша консультация да и наша консультация позволяет все-таки вам обозначить оптимальный путь вашей жизни пунктиру но ваших достижений вашего развития возможности справляться с болями и недомоганиями именно мы под нашим контролем и вот смотрите здесь длительность два месяца консультация специалиста клиники медицинская аккурация экспресс-консультация доктору картавенко доступ две недели и вот пять шагов здесь такие система антиспазм укрепление позвоночника запуск механизмов восстановления восстановления нервных связей поясничного отдела укрепления мочеполовой системы защита от отеков и новообразований важный пакет крайне важный если вы обратите внимание как чувствует себя там ваши бабушки дедушки у кого-то даже пожилые родители сколько возникает вопросов по поводу новообразований вот тех органов которые находятся в зоне ответственности пояснично-крестцового отдела позвоночника и вы же можете избежать развития этого всего поскольку это проявляется у более старшего поколения то значит генетически обусловленные какие-то вещи есть а вы их можете просто избежать и сделать качество своей жизни совершенно другим еще один пакет участия поясница без болей здесь четыре шага и вот они на как раз таки нацелены на то чтобы преодолеть боль в пояснице да здесь конечно месяц участия консультация специалиста клиники дополнительная неделя доступ и 5 недель медицинской курации калькуляция вот такая и мы имеем так цену на сегодня вот такую цену на сегодня и это еще не все дамы и господа подарки самым быстрым за оплату любого пакета в течение двух дней мы отправим почтой россии фитокомплекс наш авторский фитокомплекс который мы разработали специально для восстановления как скорейшего восстановления именно позвоночника поддержания оптимального уровня витамина d в организме и главный девиз этого препарата кальций костях и ногтях они в сосудах и камнях нашего организма то есть обмен кальция правильное поддержание обмена кальция борьба с остеопенией борьба с остеопорозом активизация восстановительных процессов это вот как раз таки очень мощный катализатор особенно для тех кто выполняет наши восстановительные курсы которым нужно как раз таки сырье для скорейшего восстановления идет в подарок и мы отправляем бесплатно почтой россии в ваш адрес по российской федерации конечно еще один подарок самым быстрым комплекс пятидневный курс экстренная помощь приборе в пояснице и ногах да все мы живые люди и это вот как палочка-выручалочка там всего пять дней занятий и вот эти задания вы сможете выполнять по мере необходимости вы пять дней пройдете напишите отчеты и будете знать какой комплекс вам лучше в каком случае помогает и сможете потом по отдельности это все использовать быстро раскрепощает поясницу возвращает силы даже когда трудно встать повернуться кашлянуть дает возможность двигаться без боли только один такой комплекс помог на ноги поставить человека который просто от прострела в пояснице был прикован кровати им даже повернуться на бок было больно вот выполнял полусидя полулежа как-то это все начинал выполнять достаточно молодой человек и поясница раскрепостилась все стало возможным стало двигаться вот наша участница вот видеоотзыв тоже вы увидите на страничке он тоже опубликован и такой человек не один конечно еще дамы и господа мы знаем о том что вот есть такое понятие метеоневроз и это достаточно сильная зависимость метеозависимые метеочувствительные люди порой вот пребывает совершенно в другом состоянии когда магнитные бури когда быстрые перепады атмосферного давления формируются вплоть не просто даже эмоциональное состояние на нуле у кого повышенное давление у кого пониженное давление 70 процентов 70 процентов инфарктов инсультов развиваются именно в такие дни и чтобы упредить именно тяжелое течение и развитие таких состояний мы предлагаем вам в качестве бонуса за оплату любого пакета в течение двух дней комплекс который будет помогать предупреждать развитие таких состояний и значительно значительно облегчать их последствия потому что зависимые люди вот достаточно ярко ощущают когда усиливается при вот в таких обстоятельствах особенно вспышки на солнце перепады атмосферного давления другие погодные явления вот сердцебиение может усиливаться появляться головокружение мигрени головные боли шейные боли шейные прострелы отмечаются перепады артериального давления как вверх так и вниз все по-разному бывает настроение вот просто как на качелях то агрессия то депрессия даже обморочная полуобморочное состояние панические предпанические состояния и наиболее выражено и остро это все протекает на фоне предминструального синдрома например или когда вот женщины переживают состояние менопаузы особенно то в жар то в холод настроение меняется а здесь еще и погодные условия и тогда вообще пиши пропала мы знаем что есть такая проблема есть такая заноза которая просто мешает людям нормально жить поэтому в качестве бонуса мы вам приготовили вот такой небольшой но прям как палочка выручалочка комплекс упражнений за оплату любого пакета в течение двух дней и это еще не все дамы и господа да сейчас под трансляции должны быть вот смотрите пакеты поясница без боли навигатор новой жизни прям кнопочки здесь под трансляции новая версия себя вы можете перейти по этим кнопочкам и зафиксировать то предложение которое вы считаете для вас более всего подходит чтобы справиться вот с этим всем солнышем нарушений о которых мы сегодня с вами говорим и еще цены вот те цены о которых мы говорим сегодня они не будут оставаться таковыми они будут изменяться по мере заполнения групп и будут меняться условия на сегодня условия по предоплате составляют 5000 рублей вы можете внести 5000 рублей и зафиксировать стоимость понравившегося вам пакета и это еще не все дамы и господа подарок участнику любого пакета курса комплекс быстрый старт вот то что мы сейчас об этом говорили который раскрепощает поясницу даже когда трудно вставать повернуться и даже кашлянуть сложно это опять же цитаты из того как описывают свои состояния люди которые к нам с такими болями нарушениями обращаются дает возможность этот курс пятидневный всего короткий быстрый старт уже получить первые уверенные результаты двигаться без боли а тем кто был с нами все три дня и уже получил результаты позволит пролонгировать их укрепить именно состояние поясницы и ног и плюс сюда конечно еще комплекс который упреждает метеоневроз и возвращает силы вот то важно о чем мы говорили с вами по поводу метеозависимости и метеочувствительности и так что это за такой пакет что это за комплекс быстрый старт ну во первых он состоит из двух частей вот здесь на экране и еще один момент при внесении предоплаты сегодня в размере 5000 рублей вы фиксируете цены всех пакетов участия в системном восстановительном курсе то есть вы можете начать например с старта потом перейти на поясницу без болей потом сделать еще доплату перейти на навигатор новой жизни потом еще сделать доплату перейти на новую на пакет новая версия себя не доплачивая вот до той стоимости которая будет на момент уже вот принятие такого решения то есть вы по факту фиксируйте самые выгодные для себя условия части 3000 это предоплата была вчера сегодня предоплата 5000 рублей и мы все время говорим о том что условия изменяются цены будут повышаться на момент старта они будут вот здесь они тоже указаны какие и вы можете сегодня зафиксировать кнопочкой предоплата возможность получения быстрый старт пятидневного комплекса который раскрепощает поясницу и плюс комплекс который упреждает развитие метеоневроза возвращает силы и крайне важен людям с метеозависимостью с метеочувствительностью с скачками с нестабильностью артериального давления и вот помните мы говорили виктор владелевич еще указывал на то что может предупреждать развитие панических атак конечно такой комплекс в результате вы зафиксируете цены пакетов сохраните результаты и получите новые результаты научитесь своевременно себе оказывать скорую помощь вот такими комплексами никаким другим способом эти комплексы получить невозможно это вот наш подарок тем кто сейчас уже принял решение и будет заниматься с нами в этой новой восстановительной системе когда мы с вами можем добиваться результатов не только жизни без боли но и по факту мы будем с вами улучшать качество мозгового кровообращения получив получать такое состояние когда мозг становится продуктивным поясница и ноги здоровыми надежными вы сможете победить слабость поясницы ногах и всего лишь за семь минут в день всего лишь за 7 минут в день это наша новая система которую мы создали для занятых людей которая одновременно восстанавливает позвоночник буквально по каждому позвонку в отдельности параллельно укрепляет поясницу восстанавливает желчи логику организма борется с развитием новообразования вы знаете что если с новообразованиями не бороться то они способны перерождаться в злокачественное образование поэтому профилактика онкологических изменений конечно задача номер один и мы ее в этой курсе прям вот методично по шагам к этому идем с вами но и конечно обладатели самого-самого такого большого пакета под названием так где у нас новая версия себя сейчас пакет этот найдем а вот сразу все три пакета вы можете получить не только улучшение состояния здоровья не только прочувствовать новую версию себя когда вы и выглядите по-другому и окружение ваше совершенно другое и общение качество общения с близкими совершенно другое и ваши достижения и в творчестве и в науке и в предпринимательстве у кого какой вид деятельности совершенно другие вот что вы можете получить уважаемые участники сегодняшней встречи это предложение для вас сегодня особенная эксклюзивная она повторяться не будет цены на пакеты будут расти как мы вам уже объявили и конечно же возможность за 5000 зафиксировать вот эти изменения системные вот как только вы начнете заниматься даже начнете самого первого пакета занятия вы увидите как уже ваша жизнь будет изменяться уже у вас будет появляться новые возможности кто может быть не очень много зарабатывал стал и станет зарабатывать больше и появится у вас возможность вы сами захотите перейти на ступеньку выше а потом еще на ступеньку выше еще на один пакет и есть у нас виктором владелинчем вообще даже годовая программа но это конечно отдельная эксклюзивная тема они мы сегодня подробно говорить не будем а вот на вопросы по поводу вашего участия сегодня ответим программе да вот предоплата сегодня уже условия вот такие но и дополнительные возможности вы конечно же получаете вот смотрите все кнопочки здесь внизу перед вами какие возможности открывает вам программа так так даже если сосуды ног бараклят при диабете 2 типа конечно диабет сахарный диабет 2 типа инсулинорезистентность это то с чем мы с вами боремся в программе конечно нужно понимать параметры и возрастные и до сроки лечения до заболевания продуктивности лечения какой схемы вы находитесь по сахарному диабету но в любом случае вы можете добиться значительных значительных результатов но я хочу в связи с этим дополнить и татьяну один эту части что аналогов таких программ не 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 по метаболическому синдрому не по сахарному диабету не первого не второго типа вы нигде не найдете нигде нигде я еще расскажу нигде потому что нету ни одной программы которая бы компенсировала вот эти катастрофические изменения которые происходят с сосудами первую очередь сосудами ног а с учетом того что мужчина спрос задает этот вопрос это и состояние яичек это состояние предстательной железы и так далее так далее так далее у женщин ровно также это касается проблем с маткой проблем с придатками проблем которые отражаются на том или ином уровне формирования и овуляции и менструации а если это уже период предминструальный или постминструальный конечно это избавление от вегетативных экстрасизов от вегетативных атак от вегетативных пароксизм в результате которых сосуды страдают первую очередь почему потому что те люди которые страдают диабетом они наверняка в курсе дела что теряется три основных три кита на которые держится сосудистый сосудистый весь институт он начинает расплываться в разные стороны три кита уплывают друг от друга теряется пластичность теряется тонус и теряется каркасность вот ровно так как вот некий Петр задает нам вопрос барахлят ноги барахлят ноги конечно при сахарном диабете качество сосудов изменяется это то что касается вопроса Петра по поводу нижней конечности а теперь пойдите вверх какие у нас выраженнейшие страдания при этом сосудов зрения качество зрения как у нас в этом смысле ведет сосудистые ангиопатии как у нас ведут себя в этом смысле я уже не говорю об общем инструменте катаракт который вызывает а то что конкретно касается диабетических изменений и катаракты диабетических изменений плотности мозговых межмозговых оболочек и так далее так далее так далее быстро изнашиваемость желез внутренней секреции особенно как гипоталамуса потому что это основная железа которая вырабатывает соматотропы телесные гормоны телесное питание соматотроп переводится как питающее тело и вот эти все сухие гангрены ангиопатические проблемы со зрением со слухом будем говорить с проблемами которые вызывают диабетические диабетические и шимические проблемы их огромное количество так и так дамы и господа да но задаете вопрос а после операции на позвонок можно вылечить ноги но давайте как-то вот немножко понимаете задавать эти вопросы о чем это вы наверно большой любитель антон павловича чехова да на деревне дедушки ну ровно так же я вам скажу да зависит от того какую деревню каким почерком вы написали письмо если вы письмо послали почтой россии адреса деревни не знаете а знаете только фамилию и даже имя отчество дедушки но сами ответьте на этот вопрос еще мне нравится женское обращение вот тут особенно вот с таким именем как регина а как насчет варикоза что насчет насчет варикоза вы хотите какую-то сумму положить или что как-то по интеллигентнее можно задать вопрос по интеллигентнее татьяна дина не надо мне уговаривать по интеллигенте давайте вот оставаться вот в поле того академизма минимального который мы позволяем по отношению к вам понимаете если это ваше общее место насчет но как-то меняйте ориентиры семантические варикоз лечится успешно лечится это в части оригин и отвечает насчет варикоза потому что варикоз в первую очередь связан с метаболическим я закончила ругаться татьяна дина и так дамы и господа да по поводу операции на позвоночнике нужно понимать что это за операции на позвоночнике потому что вещи бывают необратимые после вмешательства хирургического к сожалению поэтому вы можете зафиксировать один из пакетов с вами свяжутся менеджеры службы заботы вы заполните анкету свои выписки медицинские там можете также приложить и мы можем проанализировать и ответить вам какие шансы и чего можно добиться потому что вот например после операции на поясничной на поясничном отделе позвоночника нам удалось восстановить нервные связи и именно до 100 процентов но какая у вас ситуация какая ваша особенность конечно нужно понимать да как ускорить заживление лодыжки после перелома после операции перелома после операции или после перелома как ускорить заживление лодыжки нужно вопрос отвечать нет уж конец ну так давайте давайте сейчас у нас вторая часть каскада давайте как-то по очереди будем хорошо дамы и господа мы сейчас получше у нас еще несколько минут отвечаем нарисовать нарисовались большие любители писателя фантаста беляева так что давайте как-то подождем да буквально еще несколько минуток и нас ждет вторая часть каскада да и это вам только кажется что до глаз еще нужно дойти потому что вы пишете жкт на пути какой же жкт на пути если сахарный диабет откуда он начинается откуда начинается с больших пальцев стоп он как раз таки начинается с жкт так что там все на своих местах так дамы и господа вопросы которые касаются чего-то другого не пакетов участия мы на них ответим но ближе к завершению сегодняшнего занятия до еще буквально несколько минут на вот такие вопросы которые касаются пакетов участия и будем с вами переходить ко второй части каскада восстановительного так дамы и господа пожалуйста буквально через две минутки у нас с вами готовность номер один комплекс упражнений вторая часть да я вижу еще несколько участников пишут вопросы так и я сейчас настраиваю если плохо ходите можно участвовать мы же вот как раз сегодня показывали эти ситуации когда трудно долго находиться на ногах стоя или перемещаться ходить наклоняться конечно же так так можно ли просто в течение двух дней оплатить сохраняя бонусы сохраняя бонусы конечно конечно мы же вам о чем говорим если вы в течение двух дней оплачиваете какой-то пакет изучать вот участие то вы сохраняете и цены и все бонусы бонусы а бонусы и цены будут расти бонусы будут сгорать поэтому вы можете все сохранить если в течение двух дней или внесете предоплату вот здесь кнопочка предоплата или же оплатите какой-то из пакетов участия полностью мы же вам вот вы по поводу если плохо ходите приводили примеры что просто человека разбил поясничный прострел не то что ходить не мог поворачиваться сбоку на бок в постели было сложно понимаете какие были ситуации так эти трехдневные упражнения не часто никак самостоятельно выполнять мы не рекомендуем так и ждем от вас цифру 1 кто готов к выполнению второй части каскада ядерная катаракта правого глаза какой пакет ну я считаю что новая версия потому что ядерная катаракта это глубокие сосудистые проблемы связанные с сосудами основания мозга связанные с внутричерепным давлением которое отражается на внутриглазном давлении с точки зрения конечно поведение щитовидной железы с точки зрения поведения тонкого кишечника конечно надо выбирать самую самую в этом смысле программу почему потому что вот Татьяна Владимировна уже перечисляла опции этого пакета этого кейса там есть наша личная консультация возможность контролировать ваше состояние поэтому только так наверное я так думаю да дамы и господа предоплата засчитывается в стоимость какого-либо пакета конечно обязательно да обязательно так подождите это почему у нас модератор пишет зафиксируйте упражнение сделайте завтра вторую часть это нельзя такие рекомендации давать это что такое кто-то пишут это ни в коем случае нет не выполняется в каком-то своем собственном произвольном регламенте ничего так что выполнено то выполнено что получилось то получилось мы же не можем на все часовые пояса которые существуют на планете земля это все унифицировать пожалуйста переходите в платный курс и там занимайтесь по местному времени занятия вообще вопросов нет в этом так и так первое упражнение у нас с вами третий день вторая часть и противопоказание еще раз просто вам показываем напоминаем уже подробно не разъясняем и упражнение номер один упражнение номер один это воздействие на точку подносья точка поднося находится вот здесь вот вот здесь прям под хрящиком воздействуем массажными движениями в течение 40 секунд по часовой стрелке по отношению к телу вот таким образом да могут быть разные ощущения и чесаться может кончик носа и захотеться чихнуть захочется может быть и покалывать и вот многое что может происходить просто нужно вот так методично повоздействовать на это все 40 секунд если нельзя выполнять упражнения то пожалуйста можете не смотреть можете покинуть комнату все возможности у вас абсолютно любое есть пожалуйста поступайте произвольно а зачем а зачем показывать позвольте нам судить как автором хорошо зачем здесь столько сотен человек находится вот мы ради них трудимся да тут опять пишет нет завтра сделаете что такое так мы кто это там кто это там так мы повозим можно продолжать мы с вами повоздествовали ну да собственно уже написали да второе упражнение второе упражнение воздействие на точку вайгуань которая находится слева точка вайгуань определяется следующим образом вы берете левую руку определяете лучезапястную складочку вот она вот она от лучезапястной складочки откладываете три пальца своих горизонтальных и под третьим пальцем находится точка вайгуань воздействуем на нее по часовой стрелке по отношению к телу в течение 40 секунд левая рука левая точка вайгуань 40 секунд по отношению к собственному телу по часовой стрелке угу так 40 секунд пожалуйста мягкими массажными движениями воздействуйте на точку на левой руке будьте пожалуйста внимательны угу закончили воздействовать закончили помните как было в замечательном фильме Элина Климова добро пожаловать или посторонний вход воспрещен так теперь что мы с вами делаем если бородавка то не воздействуйте пожалуйста на это место теперь мы с вами переходим на правое предплечье на правое предплечье на внутреннюю поверхность на внутреннюю поверхность от самой верхней складки лучезапястной откладываем ровно так же три пальца ровно так же три пальца только по внутренней поверхности и по третьим пальцем ровно так же опять между косточками находится точка вайгуань воздействуем на нее 40 секунд по часовой стрелке воздействуем на нее 40 секунд по часовой стрелке коллеги огромная просьба вопросов заумных не задавать почему? потому что мы авторы этой программы если вы что-то верстаете сами вот себе верстайте программы отвечайте на вопросы почему? и так далее и так далее давайте я уже попросил вас давайте как-то вот сдержание себя вести 40 секунд воздействуем на точечку на и гуань отработали 40 секунд отработали 40 секунд что мы с вами делаем? нейгуань слева теперь мы переходим на нейгуань только слева на левой руке ровно так же вы уже знаете как определить ее локализацию это теперь на внутренней поверхности левой левого предплечья определили точечку нейгуань воздействуем на нее 40 секунд по часовой стрелке по отношению к телу воздействуем 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 не манкируйте пожалуйста работайте 40 секунд уход на тоболе до поделаем singer до 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 на точку Найгуань слева, переходим на точку Вайгуань справа. И опять вспоминаем, как мы ее обнаруживали слева, теперь мы ее обнаруживаем справа. Наружная лучезапястная складочка, отступаем от нее три пальца по горизонтали и по третьим пальцем между косточками находится точка Вайгуань. Воздействуем на нее по часовой стрелке по отношению к телу, в течении 40 секунд. Ну кто соблюдает то, что сейчас очень модно, и престижно называть таймингом, а в переводе так сказать на русский язык, кто контролирует время. Пожалуйста, 40 секунд закончили и переходим к пятому упражнению. Упражнение относится к бездыхательной практике. Бездыхательным упражнением называется дыхание раковины. Наверняка кто-то из вас это упражнение уже хорошо и знает, потому что оно достаточно широко представлено в разных программах, но модификация у нее остается пока неизменная. Да, давайте завершим комплекс, еще раз объясним, что дает предоплата, все объясним. На левой руке, на левой руке, или на какой мы заканчиваем, справа. Вай Гуань закончили справа. Да, мы закончили, да, на правой руке, все, все понятно. Так, пятое. Пятое упражнение, дыхание раковины. Татьяна Димовна, показывайте, пожалуйста, а то мне размеры, объемы моей фигулы. Снесете меня локтями, да, Михаил Ильич? Я, наверное, как-то... Руки нужно объединить, вот такой замок. Руки немножко приподнять. Ну, не приподнять, а прямой угол. Прямой угол. Упражнение без кислородной гимнастики. Нужно вдохнуть, выдохнуть. Вдохнуть, резко, громко выдохнуть. Эй! И не дыша в течение пяти секунд, превратиться в раковину, которая дышит. Вот так. Вот такие нужно выполнить. Вот такие, да, нужно выполнить, да. И обязательно восстанавливайте дыхание. Да, шестое упражнение, да. Так. Спасибо за подсказку. Шестое. Обязательно восстанавливайте дыхание. Потому что, я повторяю, при всей простоте своего выполнения, включается огромное количество мышц, которые в вашей повседневной жизни вы практически никогда не используете. Никогда. Восстановилось дыхание. Не мешайте, пожалуйста, вопросами. Мы вас очень просим. Давайте мы упражнения доведем до ума. Ответите. Сейчас мы решим. Не бросим вас. Господи Иисусе. Ну. Николай Всесвятитель. Восстановили дыхание. И мы с вами заканчиваем классической нашей авторской точкой. Доктор Желч. По тому же правилу, вы уже его должны от зубов, от винта. Отсхакивать, да. И? 40 секунд на каждой руке. Да. Если левша на левой руке, 40 секунд. Если правша на правой руке, через 40 секунд меняйтесь местами воздействия. Работаем, господа. Работаем. Работаем. Особенно по Москве. Время самое подходящее. Сейчас успокоите все свои телодвижения. Еще немножко, так сказать, и в объятия к Морфею. Газет на ночь не читайте. Программ возбуждающих желчевыделения и желченакопления не смотрите. Слушайте серенаду Солнечной долины. Или Полонеса Гинского. А можно Дунаевского послушать? Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Но только один куплет с приветом. Именно с приветом, который называется припев. Так, пришли. Темп упражнений сегодня тот, который должен быть. Пожалуйста, не... Никто вас никуда не торопит. Вам обозначено время, 40 секунд. Никто. 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 Никто вас подгоняет куда-то. Угу. Итак, дамы и господа. Мы завершили упражнение. Мы повторять ничего не будем. Повторять не просто не будем. Повторять нельзя. Чтобы никаких дополнительных воздействий не было, а только те, которые мы показывали. Это рефлекторная гимнастика, и каждое упражнение создаёт определённые рефлексы. Да, по поводу предоплаты. Что можно сделать ещё сегодня на занятии? Вот смотрите, если вы вносите предоплату в размере 5000, во-первых, вы фиксируете цену на любой пакет участия. И вы можете, даже начиная с самого низкого пакета участия, плавно переходить на более высокие, по мере того, как вы продвигаетесь в курсе, по мере того, как вы получаете результаты. Потому что у нас самый первый пакет мы занимаемся месяц, и там нет никаких наших консультаций, только консультации специалиста клиники. И в первом пакете участники проходят 4 шага. Потом у вас будет возможность перейти на второй пакет, пройти ещё пятый шаг и получить нашу экспресс-консультацию. Пакет так и называется «Навигатор новой жизни». То есть мы вам показываем направление движения и даём дополнительные упражнения, которые будут этому способствовать. Потом вы сможете перейти на следующий пакет. Новая версия самого себя в ваших глазах. Представляете? Представляете? Добавляется ещё шестой шаг. И не только там защита от новообразований, но и улучшение качества ферментных систем. Не только качество переваривания, не только качество восстановительных реакций. Но и качество адаптации, уровень адаптивности, качество целевого вашего персонального иммунитета, который будет молниеносно, на самом деле очень быстро реагировать на типовые раздражения. Чтобы вам было понятно. Вот мы с Татьяной Владимировной эпоху постковидную, сколько за нашими плечами людей, без сучка и задоринкой, задоринки прожили эти тяжелейшие дни. Потому что сформировался не только и отреагировал общий иммунитет генетический, но и филогенетический. То есть то, которое мы раскачали, в лучшем смысле этого слова, для борьбы со всеми вот этими штампами, штампами, которые были предложены. И штампами, которые нам были предложены, и средств массовой информации. Качество работы мозга станет другим. Ваша реакция, вы будете быстрее соображать, быстрее принимать решения, видеть выход там, где его не видят другие, видеть выход там, где не видели вы сами этот выход. То есть у вас возможности раскрываются. Итак, можете оплатить какой-то пакет, пожалуйста. Мы буквально через несколько дней уже с вами перейдем к этому подарочному нулевому модулю. И получите вы еще дополнительный комплекс для защиты от метеочувствительности, метеозависимости, и, пожалуйста, будете получать результаты. Если пока нет возможности получить полный пакет, но вы хотите зафиксировать за собой возможность этих переходов, хотите получить за пять тысяч комплекс, пятидневный курс экстренной помощи при болях в пояснице и ногах, который быстро раскрепощает поясницу, даже когда трудно вставать, пошевельнуться, кашлянуть, дает возможности двигаться без боли. И плюс вы получаете еще один бонус. То есть бонусная программа и еще один бонус дополнительно, это комплекс упреждения метеоневроза, и который сам по себе возвращает вам силы, работоспособность, вот когда именно такие реакции на погоду, скачки давления, изматывающие нервную систему, не дающие возможности полноценно трудиться, полноценно вкладываться в социальные какие-то реализации себя. Конечно, то, что вызывает у вас, извините меня, вплоть до отупления состояния. Потому что когда метеозависимое состояние формирует метеочувствительность, вернее, формирует метеозависимость, то в каком состоянии находятся наши сосуды. Весь энергокомплекс, энерговосстановление, мозговое риск нарушается. Так, то есть 5 тысяч плюс доплата 40 тысяч за пакет. Ну да, чуть-чуть меньше, чем 40 тысяч доплата за пакет. Вот. А доплата за второй пакет получается сколько? Ну, сейчас я вам скажу, сколько. Вот они, пакеты. И получается, если вы 5 тысяч вносите, то вы 39 900 доплачиваете до первого пакета. цена второго пакета, она тоже остается. Сейчас получается... Сейчас, что тут? Да, там получается, что... А почему именно так? А, вы имеете в виду переход? Переход. Да, вот эти цифры, они все остаются за вами. Они фиксированы остаются, да? То есть через 2 дня будет цена старта 50 тысяч, 120 и 170 соответственно. И вы можете переходить из пакета в пакет, доплачивая столько, сколько вы... Разницу. Разницу просто. Вот ту, которую не доплатили. И все. Пожалуйста. Так. Если сделаю оплату, а комплекс не подойдет по показаниям гиангиомы в позвонках. Ну и что вам не подойдет? Гиангиомы в позвонках. И что вам в этом смысле не подойдет? Нет такого противопоказания. Абсолютно. Гиангиомы позвоночника нет таких противопоказаний. Наоборот, это является показанием курсу. Для купирования последующего развития этих же самых пресловутых гиангиом в ниже или выше лежащих сегментах позвоночника. Конечно, обещанный рецепт все будет, естественно. Я не злюсь. Спасибо за совет. Это вы просто не видели, как я злюсь. Виктор Владимирович, можно попросить вас? Так. Если надо откачивать жидкость из колена, помогут ли методики? Как здесь вообще может быть? Ну, очень хороший вопрос. Если у вас очень часто происходит, или я же не знаю, как у вас часто происходит формирование гемортроза. Но это показатель того, что система изнашиваемости большой берцовой кости и надкосницы резко изменена. Поэтому вам надо в первую очередь заниматься состоянием восстановления астматической жидкости в коленном суставе. Нормального давления в коленном суставе. Я считаю, что это вот такой пакет, который необходим. Это опять же новая версия. Но минимум это новая жизнь. А потом, так сказать, вы же задаете такие вопросы. Значит, вы знаете за собой эту беду? Или несоблюдение каких-то регламентов? Или нарушение диеты? Или нарушение, в общем-то, какого-то режима труда и отдыха? И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь надо именно с этой позиции подходить. Так, дамы и господа, что предоплата дает? Предоплата дает не только фиксацию стоимости пакета, но и возможность сохранить результаты и получить новые. За счет того, что вам будет доступен пятидневный курс, прибор скорой помощи, экстренной помощи, прибор в пояснице и ногах, который быстро раскрепощает. Поясницу помогает даже, когда трудно вставать, поворачиваться, двигаться, дает возможность двигаться без боли. И плюс еще комплекс, который упреждает развитие метеоневроза, возвращает силы человеку. То есть вот два таких важнейших бонуса, они сразу будут вам доступны. И это бонусы сгорающие, которые мы вот только на сегодня, они существуют. И сегодня у вас такая возможность. В свободном доступе они представлены не будут. То есть отдельно их просто взять неоткуда. Виктор Владиленович, а с предусмотренными ощущениями, когда скажете? Когда вы скажете. А, если моя готовность, то я, пожалуйста, да. Николай, вот вашему любимцу надо ответить, он никак не разберется в трех соснах. Так, дамы и господа, мы сейчас готовы обсудить предусмотренные ощущения. Только, пожалуйста, пишите количество дней, сколько вы присутствовали на встрече, и изменения, которые вы получили за эти три дня. Мы их будем комментировать, и у вас будет информация, возможно, и даже такая диагностическая, с перспективой на то, как это может развиваться, или же, например, какой-то вид исследования нужно вам срочно пройти, или к какому-то специалисту обратиться, чтобы вы понимали, что есть вопросы, которые прямо нужно безотлагательно решать. Да. Поэтому мы отдельное время готовы сейчас уделить этим вопросам. Пожалуйста, их задавайте. А после вопросов секретный рецепт? Да, секретный рецепт, гастрономический рецепт, как можно справляться именно с метеозависимостью, с предупреждением развития этих состояний. Максимально доступными вам средствами, которые обязательно живут у вас на кухне. Я не имею ввиду тараканов, муравьев, пауков не обижайте. Вот. Все остальное у вас должно быть. Стоимость 5 тысяч предоплаты действует в сутки. Дает возможность зафиксировать цены пакетов. И вы получаете при этом пятидневный курс экстренной помощи при болях в пояснице и ногах. И комплекс упреждения метеоневрозов, который возвращает силы и борется с метеозависимостью. Очень важный момент, уважаемые коллеги. Мощнейший, очень важный момент. Почему? Потому что как раз таки мы сегодня останавливаемся на одной из экспозиций. Это коротковолновое раздражение. Мы, конечно, в дальнейшем будем говорить о средних волнах, о длинных волнах. Это имеет огромное значение, потому что есть определенные каноны по органу устройства, по органу залегания, которые напрямую связаны с тем, как ведут себя вот эти метеопроявления. Это очень важно. И в текущей жизни, и на перспективу. Галина, вы пишите, этот комплекс, какой этот комплекс? О чем конкретно вы спрашиваете? Так. Упражнения нужно делать каждый день все или делить на три дня, как мы их получали. То, что вы получали в течение трех дней, мы не рекомендуем выполнять самостоятельно. Еще раз, уважаемые коллеги, докладываем вам медленно, с растяжением гласных и согласных, упражнения трех дней были направлены на лечебно-диагностическую коррекцию вашего состояния с целью определения текущего вашего состояния в части ответов на вопроса формирования перспективы вашего, в лучшем смысле этого слова, функционально-физиологического существования. А в контексте вас, как социальных лидеров, социальных представителей со существования с обществом. Никто не говорит вам о том, что это тип упражнений, которые вы можете выполнять самостоятельно. У нас огромное количество на YouTube видеороликов скоропомощного свойства, которые согласно вашим тем или иным состояниям вы можете легко найти и ими пользоваться. Текущие упражнения первого, второго, третьего дня, я еще раз повторяю, не рекомендованы для самостоятельного использования. Это вот, кстати, ответ на вопрос, а если не делать, то зачем показывать? Вот с этой целью показывать, чтобы разобраться сейчас с теми проявлениями, которые у вас появились в результате формирования предусмотренных ощущений, на которые мы сейчас будем отвечать. Да, без предоплаты завтра можно полностью оплатить какой-либо пакет и быстрый старт за вами сохранится. Вам нужно нажать на одну из кнопочек, вот какую-то, когда вы зафиксируете определенный пакет, и он тогда за вами сохранится, в течение двух дней вы сможете оплатить, и быстрый старт за вами сохранится, и комплекс упреждений, метеоневроза за вами сохранится. Да, пожалуйста. Так, чувство покоя, боли небольшие в желудке, это изменения за сколько дней? Вот давайте, непонятно, сколько вы дней участвовали, поэтому заново напишите, пожалуйста. Это имеет значение большое. Да, вот кто пишет свои ощущения, мы должны понимать, вы эти ощущения получили за все три дня, или за один день, или вы только выполняли какую-то часть чего-то. Понимаете? Это же имеет большое значение. Ну вот уже появляется где-то хотя бы что-то совпадающее с протоколом. Сегодня третий день, даже не заметила, что под лопаткой и в зоне застежки боли нет. Вот, видите? Ну, я прошу прощения заранее, я, в общем-то, не знаю размера ваших прелестей в этом смысле, я не знаю, так сказать, где у вас уровень вашей застежки, я не думаю, что это гораздо ниже лопаточных углов. Но, если нету боли под лопатками, это уже говорит о том, что, значит, вы, под лопаткой или под лопатками? Под лопаткой. Ну, так вот, видите опять? Правой, левой. Зря я вас похвалил. Ну, как бы там ни было, это, так сказать, другим пору и в науку, как говорил Великий Гоголь. Значит, под лопатками, если исчезают боли, под левой и правой, это указание на то, что есть признаки дистрофических изменений в области третьего, четвертого, пятого грудных позвонков, которые связаны, связаны и с состоянием желчевыделительной функции, и с состоянием поджелудочной железы. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Это первая позиция. Вторая позиция, боли под лопатками, боли под лопатками, очень часто указывают на тенденцию опущения желудка. Это вторая позиция. Третья позиция, говорит о том, что боли под лопатками с переходом к боковой поверхности или правой, или слева, а если это под лопатками и вправо, и слева, могут быть, могут быть манифестациями определенных изменений в области мочеточников ваших почек, моче-половой системы. И указывать на тенденцию к опущению матки, если речь идет о женском гендере. Так, чувство покоя, вот Галина, если это та же самая Галина написала три дня, вы, пожалуйста, не пишите комментарии, разорвано, потому что в чате мы все не перелистаем и идентификацию сложно поймать. Да, если та же самая Галина писала, что за три дня чувство покоя появилось, боли небольшие в желудке, то ли были, то ли прошли, непонятно, то ли появились, то ли прошли, вот что. Улучшение эмоционального состояния, приступ кашля и насморка был после шестого упражнения. Ну, я так понимаю, сегодня, наверное, после шестого упражнения. Вот такой набор, Виктор Владимирович. Ну, такой набор говорит о том, что есть признаки жирового гипотоза, к сожалению, есть признаки застоя, если он остался еще живой, желчного пузыря, поэтому обязательно нужно исследовать функцию желчного пузыря, именно такой термин, как функция желчного пузыря. Проследить за состоянием, проследить за состоянием желчного выделительной системы, в том смысле, есть ли горечь по утрам, и есть ли ощущение мыла во рту утром натощак. А то, что появился кашель, это говорит о том, что есть явление хронического трахиоларингита. Прошла все три дня, появилась боль в левом подреберье. Ну, появилась боль в левом подреберье. И что, она не купируется, то боль в левом подреберье? И потом характер был. Напишите, пожалуйста. Если вы, sorry, Татьяна Владимировна, если вы прошли три дня, вы обратите внимание, что лишь сегодня мы вам, мы вам не дали команду выполнять характер оценки по шкалам. Вы же можете объективной боли шкалу посмотреть, как они у вас себя вели? Или это боли, как появились в первый день и держатся и вчера, и сегодня? Поэтому давайте как-то хронологию немножко разверните, пожалуйста. Конкретнее, конечно, да. Так. Какие из ваших препаратов в курсу поясница без боли подходят? До наших препаратов многие могут подойти. Вопрос ваших характеристик, вашего текущего состояния. Ваших клинических проявлений, что это за боли, чем они вызываются, чем они провоцируются, и если вы их купируете, то чем они лучше всего купируются? Здесь вопрос индивидуальный, и вот кто заказывает наши препараты, мы обычно, наши специалисты разрабатывают персональные схемы приема. потому что вы заполняете персональную анкету. С учетом того, какой вы курс выполняете, с учетом того, какое ваше первоначальное состояние, с учетом того, какие у вас диагнозы поставлены, и так далее. То есть, здесь максимально персональный подход к этому вопросу. Так, Людмила, после первых упражнений появилась девота, плохое самочувствие, еле досматриваю ролик. Ну, во-первых, непонятно, что такое первое упражнение в вашем случае. Если вы что-то отдельно выполняете, то так делать нельзя. Никакой ролик, о каком ролике идет речь. Потому что мы ролики вам сейчас никакие не показываем, мы находимся в прямом эпиле. Поэтому давайте конкретизацию, чтобы нам сориентировались, что вы конкретно делали. Имели ввиду. Так. Светлана, да, два дня участвовала, немела рука, сегодня онемение почти прошло, состояние тепла во всем теле. Ну, опять же, какая рука? Понимаете? Какие два дня? Вот понимаете, что мы вас просим? Второй, третий. Вот такое ощущение, что вы не слушаете ни себя, ни нас. Понимаете? Напишите, пожалуйста. А потом вы мне пишите, Виктор Валерьевич, не злитесь. Я не злюсь. Я просто, как человек военный, я требую пунктуальности. Понимаете? Вы же хотите услышать ответы на свои проблемы. Так, почему же вы так себя ведете? Людмила пишет, хочу спать. Почему? Потому что слабые сосуды, прокачали свои сосуды, получили избыток углекислоты, которые просто вызвали состояние торможения. Почему? Вот по этой причине. Значит, обязательно занимайтесь печенью, обязательно занимайтесь сердцем и обязательно приобретайте хотя бы минимум второй пакет в нашем программе. Три дня, боли в желудке не сильны, успокоение, не болит сустав большого пальца правой руки. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть, в общем-то, ну, если вещи назвать своими именами, такой конгломерат гепатохолецистопанкретит с вовлечением правого локтя, правого плеча и системных, то есть речь идет о том, что надо срочно заниматься предупреждением развития полиартрита. Значит, на фоне всех этих моментов надо обязательно исследовать функцию почек, чтобы у вас там не было проблем застоя в области лоханки, в области мочевого пузыря. И обязательно сделайте развернутый анализ крови и развернутый анализ мочи. Исключите, если там будет кислая среда мочи, имейте ввиду, что вы закислены. А закислены, значит, это признаки хронического воспаления. Соли побегут ровно туда, куда они должны бежать. Вот вы написали, что боли в большом пальце правой руки. Вот это как раз таки признаки формирования полиартрита. То, что мы называем, к сожалению, но нам, мы вещи называем своими именами. Мы с Татьяной Одинной, по крайней мере, я называю синдром Люси Горченко. Замечательная актриса, к сожалению, ушедшая из этой жизни. Но вспомните ее руки. Или синдром Раневской, кто вам ближе в этой части? Фаина Георгиевна, тоже страдала полиартрит. Поэтому у вас есть возможность изменить свое состояние. И вот как раз таки какой путь здесь можно выбрать, Виктор Владимирович? В смысле? Безпочтительно. Ну вот, допустим, там, навигатор новой жизни или, ну, поясница без боли здесь явно будет недостаточно для... Никуда, ни к силу, ни к городу. Я считаю, что минимум это второй пакет новой жизни. Новая жизнь это минимум, потому что на самом деле нужно дать провернуться вот этому колесу фортуны под названием обменное колесо. Колесу фортуны под названием метаболическая шестеренка. Надо ее провернуть, надо ее смазать, поэтому минимум это пакет второй навигатор новой жизни. Людмила пишет, все три дня занятий была боль под левой лопаткой, а сейчас все хорошо. Ну, замечательно, я только выше говорил о лопаточных болях. Обращайте внимание на состояние печени, на состояние поджелудочной железы, на состояние левой почки, на состояние левого тазобедренного сустава и потом если знать ваш возраст, так сказать, я бы вас посоветовал бы сходить к гинекологу, посмотреть состояние придатков и состояние на предмет исключения эндоцервицита. Три дня легкость в пояснице, после второго дня в голенях легкость, сейчас голова болит, шум усилился. Ну, это показывает о том, что началось пассивное шунтирование. У многих же из вас на слуху такие вещи, как шунтирование, стентирование и так далее, и так далее, и так далее. Вот усиление шума как раз таки говорит о том, что сосуды начинают чиститься. Но костная экспозиция пока еще слабенькая. Почему? Это как раз таки связано с тем, что идут процессы саркопении, идут процессы истончения костной массы. Значит, надо наводить порядок в каком механизме? В механизме жирорастворимых витаминов раз, механизме половых строительных гормонов два. Поэтому печень, желчный пузырь, молочные железы, кальмобелит, нейробелит и далее по списку минимум второй пакет. Да, все три дня общее состояние отличное. Вчера даже после приличной нагрузки на дачном участке пришла в себя и вчера и сегодня совсем не осталось следа от вчерашней физической перегрузки. Ну, замечательно, поэтому минимум первый пакет поясница без боли, а там уже так сказать от ваших преференций зависит. Но о том, что есть общая метаболическая усталость, почему? Потому что вы очень ярко описываете состояние выхода, понимаете, до и после, до и после. Значит, до нас это был, наверное, какой-то затянувшийся выход, ломота, печень уставшая и так далее, и так далее. Мы вам за эти три дня помогли, значит, вот опять о чем. Если есть возможность, минимум, это, я уже сказал, поясница, а по большому счету, конечно, конечно, новая версия. После... Татьяна Владимировна, это уже девятый. На втором дне, вчера, после упражнения, лицо пылало, как при высокой температуре. Вот такая реакция. Ну, это замечательная реакция. Это замечательная реакция, говорит о том, что есть проблемы в основании черепа, сосудов головного мозга, есть проблемы с железами внутренней секреции, есть проблемы с терморегуляцией. А что у нас отвечает, какие органы, какие системы отвечают за терморегуляцию? За терморегуляцию у нас отвечают две железы мозговые, гипоталамус и гипофиз. Значит, вот надо смотреть, как ведет себя внутриглазное и внутричерепное давление, исключать вегетососудистую дистонию, и исключать хронический танзелит. Он может быть в состоянии ремиссии. И исключать, конечно, внимательно посмотреть состояние щитовидной железы. Три дня занятий, состояние улучшилось, боли в пояснице прошли, боли левой лопатки, есть перелом остистого отростка грудного позвонка. Боль появилась сегодня после Мюнхгаузена 1. А какого остистого, какого позвонка? Грудного какого? Ну, какого грудного? Их у нас, извините, слава Богу, 12 штук. Догадайся, это песня знаменитая, догадайся, мол, сама. Ну, вот такая ситуация. Ну, а то, что после Мюнхгаузена, конечно, это лишний раз говорит о том, что, если это характер перелома был компрессионный, компрессионный, заживление и формирование костного мозоля, или, как у нас говорили в Ростове-на-Дону, мозоля, происходил самостоятельно, спонтанно. Мозоля. Мозоля, да. Мне хотелось бы профессионально узнать, поэтому отпишитесь, пожалуйста, остистый отрост огломался, какого позвонка. Это очень важно, почему? Потому что остистые отростки сами по себе, вот я Васю вам, или, наверное, не будем показывать позвоночник. Остистые отростки, остистые отростки, они же выполняют функцию киля наведения, только наружного киля наведения. Понимаете, есть кили нижние, вы знаете, пароходы и другие средства движения по воде, они сопровождаются килием, для того, чтобы держать равновесие, равновесие держать, ровно так же остистые отростки. Нам нужны для чего? Для того, чтобы реакция мышц, которые есть, а там есть две группы мышц, очень красивых, мы их называем балыковыми мышцами, не от иранского слова рыба, балык, а балыковые, потому что они такие длинные, называют, традиционно профессионалы называют балыковые. Так вот, эти балыковые мышцы, они как раз таки держат. И естественные отростки, в этом смысле очень важно знать их локализацию, потому что по локализации проблемы мы сразу отслеживаем присоединение и остальных групп мышц к этим балыковым группам. все три дня была, первый день утром болела поясница, сейчас хорошо себя чувствует. Ну, болела поясница, болела, у кого она не болит, у меня, у меня. острились боли в пояснице, в правом коленном суставе, были нарушения ритма сердца в обед. Ну, здесь, конечно, нужна система разбираться с состоянием. В первую очередь надо разбираться с тремя ипостасиями. Первая ипостасия, первая ипостасия, это состояние печени желчного пузыря, вторая ипостасия, это состояние пояснично-кресцового отдела и третья ипостасия, это состояние гинекологии. Почему? Потому что в облечение коленного сустава и в облечение седалищного нерва как раз таки очень четко формирует вот эту самую взаимосвязь между мочеполовой системой, органами, мне так нравится, орган размножения. Органами репродуктивные мне не нравится, мне нравится размножение. Вот размножайтесь, притуляйтесь и размножайтесь. Плодитесь. Да, плодитесь и размножайтесь. И никто же не говорит плодитесь и репродуцируйтесь. Поэтому на эти вещи обращайте внимание. А в целом, извините, Татьяна Геннадьевна, а в целом, конечно, это будет общий метаболический компонент, общая метаболическая аура, общая вот эти все эти вещи. Поэтому надо покопаться и в поведении сахаров, и надо покопаться, так сказать, психоэмоциональном статусе. То есть вот такая благоприятная почва для терапии. Очень благоприятная. Но имейте в виду, что за всей такой внешней благоприятностью, в общем-то, напряжение по тому, как себя могут вести новообразования, конечно, в достаточной степени ангажирована. Так. Ну, пишут нам, не помню, какого, но хорошо, что не помните, я уже практически ответил. Да, сегодня Леонора пишет все три дня утром с большой радостью почувствовала, что левая рука в плечевом суставе двигается без боли. До этого два месяца болела, прилив бодрости, энергии, после двух дней перемыла все окна на балконе. Спасибо огромное. Аккуратно, пожалуйста. Ну, вот как мне, вот как мне, вот дамы, милая дама, вот как мне вас после этого обозначить, понимаете? Чтобы вы на меня не злились. Чтобы вы на меня не злились. Мне после вебинара сегодняшнего, конечно, от профессора достанется, но я ее не боюсь. В общем-то, я себе уже намазал все доступные и недоступные места вазелином, поэтому все это пройдет без боли, вхождение и выхождение. А если говорить серьезно, ну вот что вы творите с собой? Все бросил, я пошла окна мыть. Вот после этого вас, извините, умным человеком назовешь, не назовешь. По одной простой причине. Так умные люди себя не ведут. Понимаете? С такой же легкостью вашей боли вернуться назад. Перемыло, все окна, а молочную кислоту куда вы засунули? В какое место? Какое место засунули? А вот ваша печень, она не будет радоваться вашим чистым окнам. Понимаете? А если вы такая богобоязненная, и вам надо, так сказать, все это вот под праздник определенный, окна вымыть, но это надо было делать на прошлой неделе в четверг. Потому что в эту неделю никто ничего не моет. Понимаете? Опять они что-то не только говорили? Опять не достанется? Давайте. в левом подреберье появилось после упражнения дыхания раковины. Ну, в левом подреберье правильно это говорит о том, что надо разбираться с состоянием печени и поджелудочной железы. Но дыхание раковины как раз таки указывает вот прелесть этого упражнения. Я еще раз говорю, я уже говорил об этом, что это включается группы мышц, которые в нашей повседневной жизни мы практически не используем. На ней очень явно указывают на том, что есть затаенные проблемы с поджелудочной железой. Есть затаенные проблемы с молочными железами. Есть затаенные проблемы с левыми зубами. Я имею ввиду слева зубами на верхней и на нижней челюсти. Татьяна Надьевна, у меня крайняя позиция остается. После первого дня утром проснулась без единой боли в эйфорийном состоянии. Тоже побежала окна мыть? Нет. Или что, дрова рубить? А остальные два дня? Умеренные боли в пояснице просто невыносимые. В левой ягодице сильно хромало. Сегодня весь день ходила как человек. Вот результат. Все. Вот на этом ходила как человек. Мы закрываем разбор ваших полетов. И переход. Дамы и господа, напоминаем, что существует ограниченное предложение новых пакетов нашего нового, новейшего курса. пакета. Когда вы сможете кардинальным образом изменить свое самочувствие, почувствовать себя совершенно по-иному. Вот перед вами все пакеты. Вы можете их зафиксировать, поскольку по мере заполнения групп количество таких предложений будет уменьшаться и цена возрастать. помимо этого мы предлагаем на сегодняшний день бонусы важнейшие. Вот если вы пришли к нам на занятие, значит у вас точно есть запрос по состоянию поясницы, по состоянию ног. И у вас возможность есть получить комплект быстрый старт, который входит бонусом в любой из пакетов. Это комплекс пятидневный экстренная помощь при болях в пояснице и ногах, который быстро раскрепощает поясницу, помогает ногам. Даже когда трудно вставать, поворачиваться, даже вот кашель очень сильно отдает болью. Бывают такие состояния. Даже в таких состояниях оказывает помощь. Дает возможность двигаться без боли. И второй бонус, который тоже растает. Вот если вы сегодня не зафиксируете это предложение, не сделаете предоплату, то эти бонусы растают, их не будет. Постарайтесь, пожалуйста, внести предоплату в пять тысяч, тогда эти бонусы вам доступны, и вы фиксируете все-все-все цены, и сможете переходить из пакета в пакет и системно улучшать свое самочувствие. Цены скоро пакетов пользуйтесь ситуацией сегодняшнего дня и возможностями сегодняшнего дня. Других возможностей использовать вот такое предложение не будет. Цена только сутки. Вот еще пока будет держаться. Вот дает возможность зафиксировать цены пакетов пакет быстрый старт и сохранить результаты, получить новые, научиться своевременно оказывать скорую помощь в случае боли в спине, в пояснице, ногах и даже между лопатками, вокруг лопаток. И вот комплекс, который дополнительно побеждает метеоневроз и возвращает силу. Очень важный комплекс. Мы знаем, что много людей страдают метеозависимостью, метеочувствительностью, а этим комплексом можно предупреждать развитие и скачков артериального давления, и развитие панических атак, облегчать последствия магнитных бурь и перепадов атмосферного давления, потому что метеоневроз это такая достаточно сильная зависимость. Зависимые люди это ощущают ярко в качестве усиления сердцебиения, появления головокружения, мигрени, головных болей, шейных болей, шейных прострелов, перепады артериального давления отмечаются и вот настроение от агрессии до депрессии, до обморочных состояний наиболее выраженно протекает на фоне предминструального синдрома и менопаузы. Это также в качестве подарка идет для любого из пакетов, какой бы вы не выбрали, если вы его оплатите в течение двух дней, но нужно обязательно по кнопке ниже перейти, зафиксировать это предложение и эту цену и вам будут доступны и все бонусы, и нулевой модуль и мы с вами пойдем двигаться в направлении новой жизни. Так что, пожалуйста, используйте возможности сегодня, они просто шикарные, просто великолепные и даже если у вас ничего не болит. Выполняя эти упражнения, вы поможете изменить качество мозгового кровообращения, изменить качество состояния вашего мозга и ваша жизнь может стать совершенно иной, новой, яркой, продуктивной, с новыми возможностями. А на этот момент мы благодарим вас за участие, зато рецепт Виктор Владимирович обещал рецепт от метеочувствительности, конечно же. Виктор Владимирович, пожалуйста, рецепт, да, кто кому чего должен вазелином мазать. Вазелином? Да. Так, и что, мы закончили? Да, мы закончили и рецепт, да, рецепт. Рецепт очень простой, очень доступный, но очень хорошо помогает при метеозависимости, имейте чувствительность. Абсолютно неожиданное для вас будет сочетание. Значит, что для этого, что мы делаем? Мы берем с вами гречку, только не задавайте мне вопросы, зеленую, красную, синюю, проросшую, сухую, мокрую, обычную ядрицу. Берете обычную, обычную гречневую крупу, обжариваете ее слегка и заливаете ее из расчета 1 к 2 на 100 е крепкого черного чая. Как только крупа, как только чай закипит, только крупа так сказать уляжется, добавляйте 2-3 листика лаврового листа. Я по-русски правильно говорю 2 листика лаврового. Добавляйте 2-3 лавровых листика и ждете полной готовности солить по вкусу. Вот эта каша замечательная, если вы за собой знаете проблемы с метеозависимостью, с метеочувствительностью, поешьте такую кашу, сделайте себе такую кашу, такую диету гречневую. Ну это за сколько-то дней или прям в процессе? Ну мы же с вами говорили, Татьяна Надевна, о том, что в доме каждого нормального условного или безусловного человека должен быть барометр. Следите за давлением. Как только вы чувствуете или там сообщают вам, что начинают сейчас средства массовой информации, все об этом трубят. Вот за 2-3 дня до этого кушайте в течение всего цикла магнитных бурь. Но вообще лучше всего это делать один раз в неделю. В смысле один раз в месяц в течение определенного сезона. но вот спонтанно это можно делать сегодня, завтра, послезавтра. А так вот как рецепт он очень хорошо могу сразу сказать широко использовался в свое время. Я откуда знаю этот рецепт? Потому что это рецепт восстановления сил, восстановления мозговой емкости военно-полевыми хирургами во время Великой Отечественной войны. Очень часто этим способом пользуются, пользовались альпинисты, времен Высоцкого, фирмы Вертикали. Очень часто этими рецептами пользовались полярники, очень часто этим рецептом пользовались мореходы, мореплаватели, которые ходили по южным широтам. Вот пожалуйста, возьмите на заметку. Здесь сколько воды, ну вода же имеется в виду в чае должна быть. Из расчета, но если вы берете чашку так сказать 200-граммовую крупы, отмерить? Вот как я кашу варю? Не взвешиваете кашу, Татьяна Владимировна, которую я варю? Мы берем один объем, к этому объему два объема воды, к одному объему крупы два объема в данном случае чая, два-три листика лавровых и все, и варите. и варить до готовности. Да, да, конечно, да. Я еще раз говорю, варить, пожалуйста, уважаемые коллеги, варить, а не класть ее сырую в рот и заливать чаем черным и ждать, когда она созреет. Потому что есть такие любители, которые говорят, а на печку надо садиться? Если хочется на печке посидеть, посидите на печке. Ждите, когда закипит во рту. Шутка. Слушайте, ну как так, а? Повторите еще раз. Нет, я... Сейчас повторим через пять минут. Я ничего больше повторять не буду. Спасибо большое. Вы представляете, скольких усилий стоит организовать такую программу? Все сначала проверить, оттестировать, настроить, какое количество специалистов участвует в процессе, чтобы это было возможно. Какое количество времени и сил мы затрачиваем на все это? Вы же понимаете? Поэтому, ну, элементарное уважение от вас все-таки хотелось бы. Тем более, мы вас подупредили. Все? Татьяна Владимировна, я закончил. Насколько крепким должен быть чай? Ну, в вашем понимании, насколько... Цвет какой-то. например, цвет, да? Ну-ка, 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 зависит от чая, потому что есть разная степень ферментации. В вашем понимании, это ваш крепкий чай, который вы понимаете. Который крепкий, вам помогает. не чайфир, не чайфир, не чайфир, как казаки называют, не чайфир, нет. Задачи разные. Дамы и господа, мы с вами проделали огромную работу. Три дня занимались, фактически, это получается, шесть разных комплексов упражнений мы с вами выполнили в эфире. Выполнили каскадно. получили, конечно, огромное количество результатов. Спасибо вам большое за участие. Ну, и пользуйтесь теми возможностями, которые дает наша система не только время от времени улучшать свое состояние скоропомощными упражнениями, а системно изменять свое самочувствие и получать совершенно новую версию себя. на сегодня благодарим вас за участие. Спасибо за то, что вы с нами, все выполняете, во всем участвуете, столько много вопросов задаете. На сегодня мы с вами прощаемся. Не забывайте использовать возможности, которые перед вами открываются, потому что они не навсегда. Будьте здоровы и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!